И потом начнем уже эту тему разбирать. Наверное, с Ведогора начнем, да? Пожалуйста. Здравия всем зрителям. Мой канал на ютубе называется «Мирянин Ведогор». Меня зовут Владимир Эдивидогор. Кстати, за Ведогора критикуют ужасно. Говорят, переименуйся. Женщина даже, Ирина, такое сообщение писала. Говорит, переименуйся. Уже трех лебов Ведогор. Все, второго Ведогора нельзя. Все. Я говорю, а Сергеев можно, Ирина можно, Игорь можно, Ведогоров нельзя два. То есть вот так вот. Канал по славянской медической традиции я изучал по разным школам. Последнее время по альтернативным исследованиям. И последнее время я тоже провожу трансляции. Вот как Народное Останское радио. Типа ищу интересных людей, вот как сейчас Валерия. И, в общем-то, разных рассказчиков, которые можно сделать, с которыми прямую трансляцию. И сегодня, ну, опять же, здраво всем зрителям. Транслирует сейчас Народное Останское радио и мой канал «Мирянин Ведогор». И в записи выходит у Валерия на канале. Тема лервоведения. Скользитель сегодня Валерий. Ведущий Алексей. Я как бы как, просто как поддерживаю свой канал, ну, для расширения. Передаю слово Валерию. Благодарю. Пожалуйста, Валерий. Да, теперь от себя. Здравствуйте. Ну, мой канал Валерий. Как-то так вот назвал. Без перспективы на то, что у меня будет вот. Такой, как бы, популярный канал. Просто так получилось, что потом уже переименовывать вроде как и поздно. Ну, что я себе могу рассказать. С 2008 года я ввел сайт. Туда записывал свой опыт. Ну, так просто записывал, записывал. Потом вот на этот канал сделал ролик для лервоведения. Мне предложили написать книгу. Ну, я этого совершенно не ожидал. За две недели мы ее отредактировали. И в издательстве «Концептуал» книга вышла. Вот. И как бы вот всю эту тему лервоведения я сейчас развиваю. По сути, лервоведение – это демонология. Просто лервоведение – такое популярное название. Ну, откуда оно пошло? Как бы наши предки знали, что такое лярва. А на самом деле, вот сейчас, если кого спросить, что такое лярва, ну, это что-то, какое-то ругательство вроде бы. А на самом деле, это совершенно такое настоящее явление, с которым сталкивается практически каждый человек. Ну, далеко не все это могут идентифицировать. Ну, например, то есть, наши предки знали, что это такое, как к этому относиться, а мы вот не знаем. И, по сути, как бы вот это название пришло, ну, в смысле, закрепилось. Хотя, на самом деле, принцип тут другой. Весь смысл вот этого лярвоведения в том, что освещение библейского проекта, все к нему сводится. Все, как бы вот это наша новая цивилизация, которая 250 лет назад была другой, а сейчас, ну, так, сейчас мы знаем 250 лет, может быть, это что-то еще изменится. А сейчас вот она уже 250 лет как пошла по другому пути развития. И все, как бы, все стекается-то в итоге, конечно, к тому моменту, когда, в какой момент эта цивилизация изменила свое течение. А лярвоведение – это информационная энергетическая составляющая, которая нас структурирует. То есть, заставляет нас думать определенным образом. Ну, что еще сказать? Во вступление. Я не знаю. Давайте следующего. Хорошо, рассказал все. Давайте теперь начнем разбирать саму тему. Итак, лярвы. Что такое лярвы? Может быть, вот Владимира спросим для начала, чтобы он свою точку зрения сказал, а потом ты уже с точки зрения опыта написанной книги обоснуешь или раскритикуешь, или дополнишь, или, может быть, вообще заносим расскажешь. Пожалуйста, Владимир. А я бы, знаешь, воздержался от слова. Все-таки сегодня у Валерия докладчик. Я, пожалуй, воздержусь. Я, может, потом скажу. Лучше просто, так как Валерий больше в этой теме понимает, лучше пусть... Может, Валерий сразу уже рассказывает? Ну, просто в двух словах. Лярва тебе вообще знакома так? Ты слышал об этом? Да, знакомы. Это такие существа тонкоматериального мира, которые подсаживаются к людям, как угодно могут на человеке сидеть, могут внутри. Они, как бы, сказать, подсаживаются на какие-то конкретные темы, типа вот там курение, алкоголь, еще наркотические всякие другие, могут быть зависимости. В общем, они питаются энергией Гавах. Энергией, выделяемой при страдании человеческого организма, скажем, от каких-то нехороших воздействий. Они от этого растут, подпитываются и на это и притягиваются. Понятно. Понятно. Хорошо. Ну что ж, тогда передаем нашему основному докладчику Валерию микрофон, чтобы он все-таки теперь в свое весомое слово по этому поводу высказал. Пожалуйста. Да. Ну, я как бы не претендую на то, что вот на абсолютную правильность. Я вот человек, например, у меня нет третьего глаза, чтобы конкретно вот это все видеть, да, и сказать вот это точно так, тогда даже человек с третьим глазом все равно интерпретация, она может быть разной. в зависимости от того, как, ну, от человека, от его воспитания и так далее. Вот. Этот тонкоматериальный мир, ну, насколько вот сейчас известно, он подразделяется на множество существ. То есть даже цивилизации, можно сказать. Есть цивилизации, вот эти тонкоматериального мира, которые, например, они, в общем-то, не вредят человеку, может, да, или тоже ведут свою политику по отношению к человеку. Есть совершенно зловредные цивилизации. Есть вот, начать нужно с того, что существуют такие вещи, как элементалы. Это что-то вроде вируса или такой, ну, извините за выражение, сперматозоида, да, который имеет одну буквально какую-то мысль, ну, какой-то вот блок информации, и он к человеку все время как бы липнет, чтобы быть воплощенным, чтобы как бы реализоваться. Ну, например, обида. Вот какая-то буквально фраза, какая-то фразочка, которая содержит обиду, и она прилипает к тому человеку, который может настроить на эту волну. И потом человек эту обиду реализует, и вот этот элементал, он реализуется. То есть у него нет такого сознания, такого какого-то большого. Но все пространство, оно пронизано этими элементалами, ну, в силу того, что, может, так устроен мир, то, что цивилизаций было много уже, и все это уже есть, и давно. И мы как бы вот в этой каше варимся. Это элементалы. Есть какие-то, какие-то как будто растения там, или мох, или еще что-то, которые просто паразитируют вот на живых существах. Он может там сидеть на какой-то части тела, например, и тоже диктовать свои условия. Причем сотрудничать или как бы быть в связке с глистами, например, с чесоткой, или еще с какими-то материальными паразитами. То есть, может быть, они как-то взаимодруг друга дополняют, или симбиоз какой-то, и совместно вот так вот сосут энергию. Один энергию такую, другой материальную энергию. Есть, ну, то, что мы знаем из религии, это бесы, демоны. Это определенный вид уже высокоразвитых, достаточно высокоразвитых, уже как бы имеющий интеллект, ну, личности. Они конкретно, у них же уже есть цель подменить человека как бы сознание. То есть, и они внедряются, то есть, у них уже есть там и планы, и все прочее. Это вот уже относится к цивилизации инфернальным. И именно вот через эти цивилизации, уже вот этих демонов, наш мир уже переструктурируется. То есть, они уже вносят серьезные изменения в нашу жизнь. Вот. Что такое лярва? Человек имеет возможность порождать сущности. Ну, скажем, как порождается сущность? Допустим, я зацепился какой-то элементал, например. Ну, допустим, обиды на что-то. И вот я хожу, эту мысль думаю. Думаю, думаю. Опять возвращается. Опять думаю. Я могу ее не думать, но мне приятно. Так вот человек устроен, так элементал устроен, хочет самовыразиться. И он постоянно как бы вот это все зацикливает. Мысль зациклена. В итоге, получается, мы рождаем эту лярву. То есть, рождаем существо. Вот как ребенка. Вот мужик, а он может родить вот такую лярву. Это сначала как бы... По большому счету человек может эту лярву родить в любом возрасте. Сейчас уже цивилизация так устроена, что ее уже как бы присаживают. Уже две большие лярвы у мамы и папы, когда они все время конфликтуют. Это же как бы общение лярв называется. И они потом порождают маленькую лярву и садят ее на ребенка. Прививают ее там, внедряют, чтобы она уже там прижилась и жила на нем. То есть, уже с молоду как бы это делается. Ну вот еще какие-то примеры, как вот, например, эти сущности мы порождаем. Ну, допустим, вот человек был неверующий. Не знал, куда податься. Вот у него есть там магический какой-то опыт. Он туда, там, сюда. Ему говорят, вот, надо идти в церковь, и ты вот там обретешь свое счастье и покой, там, не знаю, еще что-то найдешь. И вот человек приходит, ну, там все красиво, там единственная дорога идет в церковь, остальное там очень странное. Вот он туда приходит, в эту церковь, ему говорят, поверь в Иисуса. Ну, к примеру. Это не важно, к какой церкви относятся, там это к любой религии. Религия, например, медицина, это тоже религия. Точно так же человека как бы это подсаживает, включает в эгрегор этот. Вот. И ему говорят, поверь в Иисуса. Я в здравом уме говорю, да я не знаю, он жил, не жил, вообще было, не было. Я откуда знаю. И так хожу, холодно там, ну, какие-то обряды вроде красиво, все прочее. Вот. И его постепенно, постепенно там красиво, там батюшка такой серьезный, он тебе там поможет душу излить, поможет во всем, там, не знаю, думаешь, ну, какой хороший человек, как красиво вот тут, какие иконы сидят. Вот еще ходишь, и потихонечку как бы заражаешься вот этой, ну, вот этой обстановкой, как бы, вот что-то, вот где-то приятное такое становится. И в какой-то момент меня вот это все цапает и зацикливает. То есть, мои мысли начинаются по кругу, как бы, двигаться. По кругу, вот, то-то-то-то-то Иисус, то-то-то-то-то-то там Иисус. И в какой-то момент у меня происходит зарождение вот этого существа, как бы. Это самый минимальный этап, когда рождается эгрегор. То есть, самый элементарный эгрегор, это вот именно лярва. Лярва это единичная, она как раз самый малый маятник, что ли, по Зеланду, если сказать так. И она рождается. И вот мы ее культивируем. Она растет. То есть, мы ее питаем энергией. Она сначала глупая, потом у нее разум все больше и больше, потом она уже становится очень продуманной. Она находит средства управлять нашими эмоциями. И вот тут начинается отклик. Мне говорят, ты любишь Иисуса. И мне в этот момент вот эта сущность, адреналинчик или еще что-то, какое-то удовольствие. И у меня произошел отклик. Вот в этот момент у меня вера в Христа становится реальной. Тут сделать можно небольшое отступление. Что такое материальность? Вот там что-то материя. Что такое материальность? Это, сейчас скажу, я тут что-то даже записал. Тут это же Ленин что-то такое сказал. Материя. Есть объективная реальность, данная нам в ощущениях. А на самом деле материальность, ну то есть, мы не берем сейчас материю, а материальность, это наша материальность, что мы чувствуем, что мы живем-то вообще в мире. Это объективная реальность, созданная нам в ощущениях. То есть, немножко неправильно это переиначенная фраза. Если я щупаю дерево, я ощущаю его через рецепторы. Это есть материальность. Если меня обижают, меня это обижает, для меня это материально. То есть, всякие ощущения удовольствия, эмоциональные отклики, которые можно повторить много раз, это и становится материальностью человека. Почему, например, человек один одной конфессии, и вот другой человек другой конфессии, они друг друга вообще не понимают, потому что один говорит одно, другой другой, они находятся в разных полюсах. Почему? Потому что у этого материальность одна, хотя он тоже религия вроде, у этого материальность другая. Вот плоский земельчик, вот круглый земельчик. Они друг друга не понимают. У каждого есть доводы, что именно круглая земля правильно, а у другого плоская земля. Это же тоже религия. Вот для каждого из этого субъекта материальность разная. Это к тому, что вот эту материальность создает в данной, в нашей цивилизации, вот эта лярва в человеке. Наши предки знали, что это такое, с чем это едят. И они предпринимают, как только эта лярва зарождалась, а где лярва, там гордыня, потому что она достаточно низкомерное существо. То есть вот эти все пороки, это ее проявление. Человек это как бы разрешает это делать, а проявление-то это как бы ее. Так, на чем я остановился? То, что мы их порождаем. Они создают нам материальность. То, что наши предки это все понимали, это все знали. Да, они понимали, они знали, в какой момент нужно вмешаться. И, ну, потому что по проявлениям сразу видно, это в нашем мире мы там не видим, что вот человек там гордыня его одолел. А мы думаем, ну, нормально человек, как человек. А на самом деле это же демонизм его одолел. Вот наши предки вовремя вмешивались в это дело. И знали, что такое лярва, как с этим поступить. Как воспитать ребенка, чтобы она не зародилась вообще. А если она не зарождается, значит материальный мир у человека совершенно не ей диктуется, не этим вот существом. Каждая лярва имеет свою личность. Они, у них нет имен там, Вася, Петя. Они общаются таким образом. У человека какие-то проявлениям шизофрении. У человека какой-то бздик. Вот он заходит, например, в общество. И через некоторое время узнаем, что у него какой-то бздик на какую-то тему. Это означает, лярва сказала, меня зовут так-то. Вот сколько у нас этих шизофрений, да, там, ну, фобий. Тысячи. Там были какие-то сотни, сейчас уже тысячи фобий. Это все именно лярв. То есть, вот каждая лярва подсаживается на свою фобию и говорит, это я. То есть, это существо, как бы, в демонизме играет роль подмены нашей личности. В конце концов, к концу жизни эта лярва в большинстве случаев подменяет нашу личность. И человек это уже, как бы, не человек. Он вытеснен на задний план. А лярва уже, она реализовалась. Она, как бы, в материальности реализовалась. А это страшно, вот им же хочется это сделать. То есть, вот этим всем существам хочется материализоваться в этом мире через человека. А вот через собаку они не могут это сделать через животное. Потому что это существа не социальные. Хотя, глядим на собак и животных, на кошек, они иногда такие социальные, что просто с ума сойти. Удивительно просто, да. Но подожди, разве собакам не могут лярвы подсесть? А у них нет вот этой... Да, они могут, они как бы стараются подсесть, но не получается. Они реализоваться через них, ну, не удается так вот. А, кстати, вот есть такие маленькие собачки, очень злые. И когда мимо идешь, она натягав-кав-кав-кав-кав и сзади за тобой бежит. Это вот не может быть, что лярва тоже к ним подсаживается. Лярвы, они стараются подсечь, ну, лярвы или там какие-то демонические вот эти сущности, они везде постараются засунуться, где только можно, лишь бы реализоваться. Но единственный вариант, это через человека. Потому что человек, только весь спектр вот этой реализации. Человек же, он меняет окружающий мир. А собака что может сделать? Вот в чем дело. Потом через... Они как бы... Вы вот, про лярвы ты говоришь, они, каждая по своей теме, какая-то там, ну, там, по алкоголю, какая-то по религии, или они как-то переключаются, может, одна переключаться по разным темам, или как-то они, каждая по своим, ну, каждая лярва по своей направленности идет? Да, у нее есть свое имя, то есть, свое направленность она выбирает. Когда человек осознанно удаляет эту лярву, скажем, отказываться от гордыни, да, если от гордыни отказываться, значит, вот тут эта шизофрения уже выключена. Ей ничего не остается, как пересесть на что-то другое. Потом, оказывается, у меня началась фобия, там, страх замкнутого пространства, вот ни с того, ни с сего, и только вроде бы так хорошо продвинулся, и бац, на меня накатило. Я долго-долго, там, полгода с этим страхом борюсь-борюсь, поборол, все. А на бац, еще что-то куда-то лезет. То есть, это такая штука, которая вот нас все время тестирует и долбит. То есть, вот переедание, наверное, это тоже лярва создают. Переедание, человек ест, ест все время, ему уже полный животный лезет, там он все ест, ест еще сладкого, что-то добавить надо. Да, она таким образом чувствует, вот когда мы едим, она как бы насыщается этим гавахом, как ты говоришь, да? А ей же наплевать, что мы обожремся и сдохнем, там, я не знаю, ну, сдохнем ей не надо, а вот что, там мы болеть будем, все прочее. Вот помучаешься от переедания, вот она, наверное, этим и подпитывается. Когда ты переела, тебе плохо уже, и вот она, наверное, вот кайфует. Во время, когда мы едим, она получает энергию, потому что идет бешеное выделение энергии. После того, как мы мучаемся от переедания, она от боли, от страданий получает энергию, и таким образом все больше и больше и больше нас захватывает, как бы. Вот. Как эта лярва, как мы видим ее в жизни? То есть она же реально проявляется и разговаривает с нами, но мы не можем понять. Ну, то есть я вот не мог понять, я однажды с ней познакомился. А когда я познакомился, написал, как я с ней познакомился, там выпустил это в видосах, и у меня ребята там в комментариях пишут, ну, там вот один пишет, говорит, Валера, говорит, я поговорил со своими мужиками, там, в бригаде своей, так, говорит, там чуть ли не каждый второй вот с ней общался вот таким образом. То есть тема-то известная. А происходит это следующим образом. Нам снится, что некая, ну, это женщина, ну, то есть почему у мужика это как бы женщина, такая вся сексуальная, в каком-то облегающем платье, там, она, как бы, мы не видим там каких-то половых признаков и все прочее, но вот она прилипает, ну, как прилипает, она вот какую-то нежность там вот передает, что ли, да? То есть человека возбуждает мужика. И в это время она показывает, возникает образ, например, жены, женщины, которую, ну, мужу, которую любит, например, и она шепчет буквально вот такие слова. Она тебя не любит, ты ей безразличен. И она вот создает такой образ, она там где-то стоит, и она нашептывает, я дам тебе весь мир там, со мной тебе не будет скучно. И вот такой вот поток слов идет, идет, идет. И такая история... То есть, подожди, это в сновидениях, да, ты говоришь? Да, в сновидениях многократно. В сновидениях вот они тоже действуют, как бы создают, ну, предпосылку к определенным снам человеку, да? Она быстро создает сцену, мизансцену. Ну, прям, это там элементарно все делается. Как бы, она, наверное, ну, я не знаю, может ли она создавать именно само сновидение, или она подает, может, человеку сигнал, и там мозг уже начинает это сновидение выстраивать. Естественно, мозг достраивает, естественно. Она создает этот мизансцену. Просто если понимать, как это там мизансцены выстраиваются, такими существами, это очень просто. На самом деле, это все, если вот так вот сфотографировать это дело, там сплошные дырки. То есть там только как бы наброски, ссылки на какие-то объекты, а мозг уже достраивает сам. Вот, если когда осознанным сновидением занимаешься, видишь, как это все в дырках находится. А когда не знаешь этого, кажется, что все цельное. И вот она создает эти ссылки, сновидение выстраивается, и начинает отваживать от любимого человека, вообще от человека, от человеческих отношений. Ее задача зациклить всю свою любовь, вот, которая у человека есть, на себя, на нее, на само. Она использует вот это вот возбуждение, она вбрасывает просто какое-то вот удовольствие в человека, и все, и на этой почве она начинает его как бы переубеждать. Это зароняет какое-то сомнение, потом человек находит какой-то конфликт с этим, ну, с женой, допустим. Постепенно они ссорятся, мужчина зацикливается на вот этой вот лярве, отчуждается, становится скучным, довялым. Жена там, ну, видит, что вообще человек ушел там, да, от нее. Ну, в смысле, вот он вроде бы рядом находится, а он все уже как бы охладил к ней. То есть, и таким образом, она зацикливая всю любовь на себя, полностью, получается, забирает всю его энергию, все это его управление на себя, и это ее залог успеха, как бы. Мало того, что... То есть, можно подумать, что это такое зловредное существо, которое, ну, такое, не знаю, как вот, паразит, который нас убивает. А на самом деле-то это не совсем так. Мы его лично сами порождаем, по незнанию там, ну, просто по недоразвитости, что ли, по какой-то. Мы ее лелеем его, носимся с ним, как вот с тамагочи, да, ну, такое, кормим его. И я вот, когда вот беседовал там с людьми, например, на эту тему, да, ну, сначала мне говорят, какой идиотизм, что ты несешь такое, туда-сюда. А все равно, как бы, у человека сознание-то все равно есть, душа есть, все равно интересуется. Потом выясняет, а что, да как. И вот один раз разговорчик, второй раз, третий, четвертый. Потом чувствую, что уже человек уже понял, он почувствовал, узнал вот это вот, вспомнил, когда вот, как бы, распознал эту лярву в себе, уже вижу это, да, и начинаю дожимать. Так-то, 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 там какие-то аргументы, и в какой-то момент вот человек взрывается, ну, это неоднократно так было, взрывается и говорит, да что ты мне в душу лезешь, да, я знаю, что она, я знаю, что она во мне есть, и я хочу, чтобы она во мне была, она мне как ребенок, и не лезь ко мне, я не убью ее. Особенно это возникает тогда, когда вот человек понимает, что ее нужно убить, уничтожить. И добавлю, когда вот это с человеком происходит, если вы помните, да, кто с кем это происходило, у вас в глазах, да, ну, вот вы смотрите, и как туманчик такой, хоп, проскакивает. Да. Туманчик по глазам такой в этот момент, такой, хоп, на какой-то момент, как будто туман тут в глазах, и он так, хоп, прошел потом. Вот это как бы лярва, они так делают вот такой эффект. Они, когда управляют человеком, допустим, вот какую-то мысль, говоришь человеку, она очень легко раз и убирает ее из сознания. Хоп, и нет этой мысли. А вот какая-то мысль, которая ее утверждает, хоп, и забирает. Это она делает материальным то, что хочет для себя сделать материальным, чтобы человек вот эту материальность ощущал через нее. То есть между человеком и миром становится вот это существо, которое порождает он сам. Еще такой пример, что такое лярва, да, и вообще, что такое астральный паразит. Вот взять, например, два человека, вот я и Ведогор, да, у него натуральное хозяйство, у меня натуральное хозяйство, мы обмениваемся, я ему сапоги, он мне там картошку. И тут приходит банкир, говорит, а что вы так вот, неудобно, туда-сюда, давайте вот деньги я вам дам, деньгами расплачивайтесь, а деньги эти в банк складывайте, в мой. Да, правда, что я этими деньгами и туда, и сюда, и уже как бы не сезонный получается товар, ну, товар по сезону могу выбирать, и эти деньги зациклились в банке, вот так вот по кругу, а там сидит банкир, и он, когда вот эти деньги зациклены, уже имеет возможность ими манипулировать, отбирать свой процент, сдавать там, в суду там давать, еще что-то, то есть, жить за счет, за наш счет, то есть, он живет, нам дает, как он говорит нам, блага, цивилизацию, и все такое прочее, все, он зациклился, и наш труд уже, я тебе, не стопроцентный, я тебе могу отдать, ты мне, а мы можем отдать, только там, 50 процентов, а 50 процентов уже банкир ушло, точно так же работают паразиты, им нужно, для того, чтобы, любой паразит, чтобы, брать энергию, ему нужно зациклить человека, то есть, куда мысль, туда энергия, то есть, как только паразит, сумел зациклить эту мысль, все, он на эту петлю садится, и уже развивается на ней, и тут получается грыжа, энергетическая, вот, ну вот, про лярф, в общем-то, вот, я как бы рассказал, то есть, а еще, что можно рассказать про лярф, про лярву, если бы не было лярвы, у инфернального мира, была бы проблема, с нами контактировать, и лярва, как бы, является неким коннектором, то есть, она преобразует эту энергию, мыслеформы, энергию, которая становится пригодным для них, они имеют доступ в нас, то есть, это такой, как бы, ну, как вот я назвал, ну, так, шутливо, космический штепсель, через который, инфернал может на нас воздействовать, нас эксплуатировать, и так далее, почему предки наши хорошо знали, что космический штепсель, ни в коем случае, на человеке не должен сидеть, иначе, человека подключают к инферналу, вот такая вот история. Валерий, вопрос такой у меня, то, что ты рассказал, это очень интересно, очень все познавательно и хорошо, но я всегда прошу наших авторов-сказителей переводить эфир в практическое направление, то есть, рассказали о чем-то, а теперь давайте поговорим о том, как этого не допустить, или как, если это случилось, что с этим делать, то есть, почувствовал вот эти все признаки, о которых ты и Ведогор здесь рассказали, что дальше делать, как от этого избавляться, какие способы, пойти пошептать, чесночком присыпать, или там солью. Да, да, ну естественно, ради чего все это затевается, это как противостоять вот этим паразитам астральным. Значит, там, где астральные паразиты действуют в человеке, они порождают гордыню, это первое, с чего как бы надо начинать. Гордыня порождает малодушие, страх, гордыня, это порождает зависть, жадность, то есть, вот этот весь спектр, который там в христианстве пытались уложить, допустим, в семь заповедей, там, или минус еще там, на самом деле, их там, ну, сотни и сотни вот этих проявлений, через которые, ну, то есть, которые являются проявлением, вот этим, ихней жизнедеятельности. Проявлением ихней жизнедеятельности является шизофрения. Вот та шизофрения, которую все знают, это и есть проявление этой жизнедеятельности астральных паразитов, которые действуют через человека. Как этого избегать? Во-первых, чтобы что-то, как-то начать противодействовать, чему-то нужно осознать, что нас, ну, просто тупо поедают. Вот, допустим, вот люди ходят, вот так вот, выйди на улицу, спроси, вы видели там химтрейлы, вот нас тут каждый день поливают, а люди не видят этого, они не знают, что происходит. Людей едят астральные паразиты, они не знают, что это, им больно, вот человеку больно, ему там шило в бок тычет, он не знает, что это такое, он не знает, кто ему тычет, что тычет, то есть, кровь пускают, да, отрезают кусочек, там, кто-то питается, там, кусок мяса с нас съедает, такое ходит, они для нас невидимы. Социум устроен таким образом, чтобы человек, для человека, вот этот весь астральный паразитизм стал невидимым. Почему так социум устроен, попозже, ну, в следующей части, там, да, ну, как бы, вот, для того, чтобы начать противостоять этому, нужно осознать, что нас все-таки жрут заживо, вот, прямо изо дня в день, и вот эти все болезни, это проявление отъема от нас энергии, ну, мало того, что от нас еще астральные паразиты, отъедают энергию, нас еще и травят, нам прививками, там, через еду, ГМО, там, все такое прочее, через воду, через воздух, вот, ну, и еще и астральные паразиты, да, вот, и хорошо осознал человек, что его травят, что его кушают, что дальше, вот, осознанность пришла, надо с этим что-то делать, что и как делать, так, ну, должно появиться желание этому противостоять, да, для того, чтобы она появилась, нужно осознать, осознали, нужно понять, как эта штука работает, ну, чтобы понять, что она настоящая, то есть, провести аналогию, что проявление гордыни в человеке, это и есть и шизофрения, и гордыня, ну, гордыня, это как частный случай проявления этой шизофрении, нужно в себе распознать эти качества, потому что, когда человек, вот, поражен вот этой шизофренией, гордыней, он, как бы, он же не осознает, что это вот, что плохо, и что от этого нужно избавляться, то есть, в какой-то момент, человек начинает осознавать, что пора избавляться вот от этого, Это может быть сознание у человека прояснилось Может быть он вырос до этого и понял Тут уже нужно составлять проявление вот этой шизофрении И начать по каждой проявлению гордыни Нужно начать отрабатывать это Отрабатывать, то есть избавляться Чтобы избавиться, например, от обиды Кто-то ходит и тебя все время обижает Как от этого избавиться? Нужно, во-первых, себя убедить, что я должен перестать обижаться конкретно на этого человека Или на папу, который меня когда-то обидел Нужно найти средства к этому Это один из уроков Допустим, получилось, осталась обида на другого человека А тот больше зло сделал Как перестать обижаться? Из чего бы я стал обижаться? Не хочу это Нужно искать способы То есть для этого нужны тренинги Допустим, я вот как делал Создавал условия, когда меня обижали Ну то есть я реально не просто вот попадал в условия, когда меня могли обидеть А могли не обидеть А я вот шел туда, где меня должны были просто обязаны обидеть И меня обижали Для начала это со своими, с родными, чтобы там не били А какие-то вот такие были обиды А я беру и вот силой воли, усилием, я понимаю, что это тренинг Я начинаю прощать И начинаю ему отвечать так, что вот я ему На него уже не обижен Человек в шоке Он должен, ты должен обижаться Он тоже как бы видит, что я обижаюсь И он тоже живет Как бы это его материальность И вот так я таким образом Поэтапно Ну это тема, я не знаю, огромного Огромная такая пласта темы Это и психологи этими занимаются Там тот же Карнеги, да Когда я узнал, что нужно улыбаться себе в зеркало И полюбить себя Я вот когда пытался улыбаться там в юности в зеркало Я так себя ненавидел, что там такое страшное лицо получалось Это просто жуть То есть начать Начать даже трудно Начать это дело трудно Вот Я так представляю, сидит человек в милиции, в полиции Его спрашивают За что вы избили этого гражданина? Ну как за что? Послушал эфир Валерий рассказал Надо тренинги себе устраивать Пошел устраивать тренинги Смотрю, идет вполне себе такой симпатичный, здоровый мужчина Я говорю Мужик, ну-ка иди сюда Ну-ка обидь меня Не хочу обидеть Ну так слово за слово Вот и подрались Тренинг не удался Я еще добавлю Под теми избавления Ну бывают случаи такие Когда человеку рассказали Он понял Он осознал И все Он больше так не делает Он избавился От определенной лярвы Но бывает другая ситуация Когда у человека нету силы воли Не хватает Его уже засосало это болото настолько Что вот он сам не может выбраться И я расскажу про древние способы Как делали С такими тяжкими случаями Когда человек сам не справляется Он как бы хочет Но сам не может Себя заставить Он может там час протерпеть Или что-то Потом опять все Как было Или день какой-то Запирали человека Дня на три То есть реально Закрывали Лучше Даже вот можно было В домены запирать Пещеры Которые на благоприятных местах Находятся Реально друзья Отодвигали этот большой камень Забирали его туда Обратно И там окошко Это было в Дальмении Если видели Дальмены Туда ему Яблоко или водичку Подавали Там раз в день Немножко Чтобы чуть-чуть питания Было такое чистое Там яблочко Или на воде сидели люди И так дня три Он там заперто сидит При всем желании Он там покурить не может Выпить не может У него там ничего нету И друзья сказали Все только через три дня Тебя выпустим Так что вот такой крайний случай Можно запереть человека Он попастится дня три Может четыре даже И тогда у него собьется это За это время Потом такой тоже рецепт Ну тоже хитрый Да Был в древние времена Были травники Хорошие специалисты травники Которые реально разбирались в травах И они знали Какая трава В каком случае Человеку может помочь Там трава может И настроение поднять Если человек все время в унынии Да И успокоительная трава может быть И она может действовать так Что человек не захочет После этой травы Не пить алкоголь Не курить Ну это как Вот типа как сейчас В аптеках продают лекарства А раньше такого не было Таких аптек Были травники Которые готовили отвары из трав При определенных случаях И эти отвары Отвары из трав Действительно могли помочь человеку Я думаю Может и сейчас Такие травники есть Просто как-то В древнее время Их действительно было много Сейчас может Я думаю тоже есть Даже если Может самому Заняться изучением трав Даже самостоятельно Да То Можно докопать Какую информацию Да Вот здесь сразу пишет Человек Руссо-ведического Закройте меня В Дальмени Курить Не могу бросить Приезжай ко мне Я тебе устрою Бросишь курить Или он К Владимир Он тебя куда-нибудь Запрет В кладовку Как Буратино Будешь там сесть С пауками Хорошо Да По поводу Ну что Валерий Дальше продолжай По поводу курения Это же тоже лярва То есть Курение Это астральный паразит Алкоголь Тоже астральный паразит Вот Я там вот у себя Как вот я бросил курить Я же вообще думал Ну уже сдался Все уже думал Невозможно Никогда не брошу Невозможно Никогда не произойдет Вот А потом оказалось Что Каким образом Ну Я не знаю Пересказывать Не пересказывать Как это сделал Да уж Расскажи Расскажи Интересненько Значит Я делал так Вот допустим Я заболел ОРЗ Да А я уже тогда знал Что ОРЗ Для того Чтобы ОРЗ Не болеть Вообще Нужно делать Перепросмотры Ну это по Кастанеде То есть Это такой Как бы Эволюционный пинок На самом деле ОРЗ Если делать Эти перепросмотры Как бы эволюционировать Не дожидаясь Этого пинка То можно вообще Этим ОРЗ Не болеть Вот Я когда заболел ОРЗ Я лежал Лежал 3 дня Я не ем Ну чтобы быстрее Чтобы ОРЗ прошло буквально За полтора дня Что нужно сделать Нужно не есть Вот Лежишь Ничего не смотришь Лежишь Вот Лежу И курить не хочется Это такое Странное ощущение День проходит Два Еще курить не хочется В том чувство И захотелось Ну первый раз Я не понял Почему я 3 дня Не хотел курить А потом Когда в следующий раз ОРЗ заболел Начал замечать Ну то есть Лежу и смотрю Что происходит Почему И поймался На такой мысли Как только я себе Порчу настроение Ну вот сейчас Думаю Вот опять Сейчас закурю Ну чувствую Захотелось закурить Вот сейчас думаю Закурю Опять В груди тут колоть Начнет болеть Опять это все Выкашливать Это все дряни С себя Это все Гадость Это вся в организме Вот лежу Страдаю И хоп Опять курить не хочу Думаю Что случилось Так соображаю Я испортил себе настроение Неважно каким способом Тогда думаю Почему я И так вот На дню 20 раз Захотел 20 раз Покурить И 20 раз Испортил настроение И перехотел курить Это же панацея Такого Ну просто Вообще Как бы немыслимо Я же не знал Что так возможно Вот Начал соображать Оказалось Что каждый раз Я хочу Хочу сунуть Сигарету в зубы В тот момент Когда у меня Возникло Какое-то вдохновение Что-то сделать Вот лежу Лежу Такое Весь болею Болею Вот уже начал Выздоравливать Уже так хорошо Мне И чувствую Ох Надо вот там Построить Вот такую И сразу же Где сигарета Уже Уже сигарета Уже у рта Не успел Даже В сознании Еще не успел Прийти Уже сигарета Уже Зажигалка Тут И давай себе Портить настроение Испортил настроение Все не хочу курить Опять лежу Но опять делать Ничего не хочется Настроение плохое И вот так вот Я прожил Так 3 месяца В таком Гнойном настроении И каждый раз На дню Раз по 20 Отказывался курить Вот прямо Хочу В следующем мгновении Не хочу Ну это же вообще Чудеса просто Какие-то И вот я вот так Вот 3 месяца Прожил в этом Состоянии Вот в таком Потом У меня как-то Начал уже Не так уж Сильно хотелось Курить И уже начал Себе позволять Какие-то Настроения Это себе Проявляться И через полгода Я уже со 70 человеком Почувствовал То есть Таким образом Я эту лярву Ну перестал Перестал ее кормить Она как бы Умерла у меня Вот эта та лярва Или там Если она там сидела Вот на этом канале Все Она больше На этом канале В одушевлении Не живет Нету там Этой лярвы Не стало Вот что произошло И как ты себя Изводил-то 3 месяца У меня народ Быстрее бросает Курить За недельку Уже уходит От этого дела А ты 3 месяца Себя истязала Да Но я по-другому Ты не мог Вот например Пить бросил Да Я Жданову Смотрел Раз Два Три Пять Там смотрел А потом Бац И нафиг И все Как будто Не пил А хотел спросить Еще вот Валерюте Ну я понимаю Что они тонкоматериальные Но все равно Вот так для зрителя Как они выглядят Каких они размеров Бывают И как они Куда Где они на человеке Куда крепятся Вот как по-твоему Ну эта штука Это явно Что-то вроде грыжи То есть вот это Я дело в том Что я как бы Вот Не совсем эксперт В этом вопросе Да То есть Я почему говорю Об этом Так уверенно Что вот Ну это мое мнение Да На самом деле Если вот посмотреть Вот специальным прибором Где их видно Будет вот эти вот Все То может там По-другому будет выглядеть Сколько там Этих существенно На тебе сидит Какого они типа Чего там Одна допустим Штука сидит На курении Другая на обжорстве Третья еще на чем И сосуд человека Да А как они выглядят Так Вот тут была Такая интересная история У меня книжка Издалась И я выписал себе Книжек такой Думаю Дай друзьям Раздам там Здарственный Надпись Ну прикольно же Ну чудеса Вот И я еду К своему товарищу Там Мы с ним По бизнесу Там работали И все прочее И вот как-то Он мне там Зарплату привез Сидим в машине Я говорю А вот тебе книжка Я говорю Вот представляешь Книжка вышла Вот полгода назад Ну не в жизнь бы не подумал Что вышла книжка Он такой берет Здорово Классно Ее переворачивает А там лярва нарисована Как я ее нарисовал Ну такая Шняка Я не знаю Показывать Не показывать Показать Ну как метуза Ты нарисовал Такая сношка Ну да Как медуза 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 представляем Да Ну да Но я же ее от балды нарисовал Я же не знал Что она так выглядит Вот И везде так рисую Да Вот так вот Что там есть Надо передвигаться Как там Вот Он на нее смотрит Дает Вот эта штука Меня преследует Говорит Полгода уже У него открылся Какой-то этот Третий глаз Что ли Я не знаю Он говорит Ну вообще-то И в детстве Тоже видал Вот эта штука Вот прям вот Знаешь Вот Только вот у тебя Она плоская нарисована А я ее вижу Ее чешую Вижу Как она шуршит Она пищит При этом Она как двигается Вот за мной Таскается везде Такой Весь возбудился Короче Сиди в машине Глаза Вот такие болты То есть Я-то думаю Что я видел Откуда я взял Этот образ Наверняка Подсознательно Я его знаю И вижу Просто в сознании Я Ну в смысле Нету что То есть В сознании Он не пришел Как бы У нас между сознанием И подсознанием Там же там пропасть Представляешь Ты вот живешь Так Ее не видишь А этот тот же Мужик Твой читатель Твой друг Он ее Не то что Видит Он еще ее Слышит Представляешь С этим всем жить Это же кошмар Какой-то Вот тут Дмитрий спрашивает Как называется Книжка Где ее можно достать Лярвоведение Книга В концептуале Там просто Концептуал Лярвоведение Все тут же Найдется Без проблем У меня на канале Там ссылки Есть прямо сверху Вот Без проблем Можно зайти На мой сайт У меня тоже Есть ссылка На сайт И читать с сайта В принципе То же самое Только Книжка Чем хороша Мне Люди стали писать Говорит Мы распечатываем На принтере По 100 По 200 страниц Говорит Выпусти книгу Наконец То есть Дороже на принтере Получается Ну У меня Тогда вот Как раз И пошла Вот эта вот Водяга Просто Надо кому-то Подарить Говорит А я хочу Чтобы она у меня Была всегда Там Ну Вот это удобно Как бы И стоит Ну 300 рублей Ну это не так дорого Так вот По поводу того Что Он же Он боится Ее Она ему жить Не дает Да И А я ему Давай объяснять Как с этим быть Во-первых Она тебя не укусит Вот эта штука То есть Это лярва Не лярва Это астральное Какое-то существо Которое за тобой Таскается Во-первых Она на тебя Вот так вот Воздействует Ну что-то Она тебя может Только испугать Больше Вреда Она тебе принести В прямую Не может Он говорит Да И давай И вот Мы тут Это самое Я и рассказывал Рассказывал Что-то как Я вот так же С сыном Он так же Этих вот Существ Прямо целый год Видел Я ему объяснял Как с ними Обходиться Он как только С ними разобрался Он перестал их бояться Свет начали выключать То есть Это же многие люди Это видят Просто А сколько ему лет Когда он видел Вот сколько Было Сейчас 11 Вот буквально Лет 9-10 Вот он Все это Как бы Он рассказывал Прямо рассказывает Где они сидят Как они выглядят Как они ему Вталкивают Вот эти мысли Которые его бесят Вот Ну то есть Там целая история Я тоже Я замечал Что дети Чаще и больше Видят Всякое Такое Потустороннее Чем взрослые Потому что Взрослых Уже голову забили Этим атеизмом Материализмом Да До этого нет Да только Вот это есть И они уже И видеть перестают А вот дети Маленькие Они еще Это все Голова не забита Они видят Да Еще взрослые Еще ему Там ремнем Настучат Что еще Ремнем Это хорошо Выбивается Чтобы это Не видеть Ну то есть Внушить Убедить Что это Сумасшествие Не делай так Чтобы никому Не рассказывай И тут он Себе в себе Ходит Потом это Постепенно Пропадает Ну это же Это все Социум Так настроен Чтобы мы Этого не видели И вот еще Хотел Это тебе Сказать Как ты считаешь По твоему мнению Вот эти лярвы Они Ну к человеку Как-то там живут А связаны Лярвы С более Крупными товарищами Эгреграми Какими-то такими Демоническими Есть ли связь Что как-то лярвы Связаны Через По определенным Как бы направлениям Могут быть Да Вот сейчас мы выходим На главную тему На самом деле Последнего Там С моим товарищем Я ему все Объяснил Он сказал Как хорошо Что ты мне попался И он перестал Этого бояться Все он Он понял Как с этим Обращаться Он понял Что это не так страшно И все он С тех пор Ну прямо Удивительно Как это все Это же вот Мир так вот Сводит В нужное время Видимо он задался Вопросом И тут я попался Ну так это работает Да Так вот Лярва Это первый Кирпичик Инфернального мира По сути Лярва Вот без лярвы Вот этот Инфернальный мир Не смог бы захватить Нашу цивилизацию Вот что происходит То есть Вот Эгрегор Это уже не кирпичик Инфернального мира Это уже Большое образование Это тоже сущность Которая Уже Питается От сотен От тысяч От десятков тысяч людей Эгрегор Это тоже Лярва По сути Инфернальный паразит У него есть свой Там разум Он может При желании Подпитывать Одних людей Отбирать энергию Других людей То есть Все Он уже Манипуляция Там Лярва Это первый Кирпичик Это Инфернальная Сущность Которую мы Породили По недоразумению И по наущению Вот этих товарищей Которые управляют Нашим миром Ведь мы можем Не порождать Лярву По сути Мы можем Породить Что? Мы можем Породить Вот например Там Оберег Например Да Вот мы сюда Можем Запрограммировать Оберег И он будет Защищать Нашего ребенка Вот Пока он Находится С ребенком Это будет Такое устройство Такое же Думающее Как лярва Но Мы Ограничим Его действия То есть Он не будет Сосать Из меня Энергию То есть Мы его Запрограммируем Так как Нам нужно И запрограммируем Время смерти При каких Условиях Он Самоуничтожится А лярву Мы уже Так запрограммировать Мы не можем Потому что Мы пропустили Тот момент Когда она Переросла В личностную Сущность Вот И этот Инфернал Ее питает То есть Он То есть Я так думаю Что эта лярва Видит своего Вот Инфернал Вот этот Который Вот это Клоака Там где-то Как мы увидим Как мы чувствуем Своего бога Также Она чувствует Своего бога Инфернал Вот Этот Инфернал Создает Все условия Для ее существования Во-первых Он дает Ей Энергию Ну как Отдает Энергию Она Забирает У нас Энергию Транслирует В инфернал То есть Это сборщик Энергии Первоначальный И оставляет Себе процент Откуда Коррупция Берется Что такое Коррупционер Это Инфернальная Часть Нашего Общества Он Изымает Средства Ну то есть Лярва То же самое Изымает Средства У общества У людей И транслирует В инфернал То есть Туда В ту цивилизацию Через Всех посредников Каждый берет Себе небольшой Малюсенький Процентик За счет Этого Живет Мы то думаем Что они Миллиардеры Нет Они берут Свою зарплатку Только на самом деле А миллиардов У них нет И быть не может Вот Точно так же Лярва Берет свой процентик И живет за него Но она Транслирует Нашу энергию Туда дальше В инфернал Инфернал В свою очередь Создает условия Чтобы То есть Социум Был правильно Настроен Чтобы лярвы Зарождались Чтобы им было Комфортно Чтобы они Сообщались Между собой Чтобы они Этот социум Структурировали По сути Наш социум Структурирован Инферналом Сейчас В данный момент И создает Все условия Для того Чтобы лярва Зародилась В каждом человеке То есть Каждый Папа Мама Обязан То есть Она делает Все необходимые Действия Каждый Человек Окружающий Каждый Прохожий Там Каждый Все То есть Вот эти Раздражения Злоба Там Зависть Ревность Это все Сериалы Телевидение СМИ Политика Государственность Вот Все 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 Вот это Настраивать Таким Можно Что Каждый Человек Обязан Религии Еще плюс Обязан Породить Эту лярву Не Религия Породит Лярву Медицина Породит Лярву Не Медицина Породит Лярву Значит Папа С мамой Которые Вечно Грызутся И Ругаются Друг Друга Ненавидят Они Породят Эту лярву И посадят На этого Ребенка Эту лярву То есть Вот как Она связана С инферналом Вот эта Лярва Вот это Дарас Медицина Интересно Кстати Я наблюдал Многие Такие люди Особенно Ну которые Болеют Уже По старше В возрасте Такие Они Свято Верят Что Эти Таблетки Им помогают Они Не задумываются Над тем Что Они уже Там Лет Десять Ходят Покупают Одни И те же Таблетки И все Больше И больше И другие И что-то Помощи Детю Они верят Это тоже Как своеобразная Религия Чистая Религия В чистом Виде Они понимают Что это Аблеток Им только Хуже Становится Они все равно Верят В это А я еще Пока Вот мы Убежали Я подумал Что Алексей Сам задал Вопрос Мы как бы Так Алексей Вот ты бы Как сказал Какие ты Советы Дал бы Практические По избавлению От тех же Ляров О Ну здесь Я думаю Что все-таки Не я автор А Валерий Надо все-таки На него Больше внимания Обращать Я чуть-чуть Сказал Просто Практически Действительно Ну так Будет разнообразнее Что ты тоже Хорошо Мы Алексей В курсе Что ты тоже Очень даже Просвещен В этом вопросе Так что Колись давай Ну я читаю Людям бороться С ними Я читаю Я читаю Вообще Целые Семинары Посвященные Этому И поэтому Не представляю Как за Пять минут До окончания Часа Можно В этом Рассказать Ну вкратце Значит Первое Если мы Осознаем О чем Валерий Сказал Это Один Из Важнейших Ключей К успеху То есть Осознанность Это уже Половина Сделанного Дела А дальше В эту осознанность Как в матрицу Нужно загрузить Ту программу Которая Заменит То Что сейчас Лярва Она очень проста Это некая Программа Некий Вирус Внедрения Который Позволяет Отсасывать Энергию Позволяет Направлять Куда-то Мысли Позволяет Общаться На самом деле Лярва Это на самом деле Маленькая Такая Хреновинка Уж извините За сленг Такой Которая Представитель Пекельного Или потустороннего Мира Которая Управляется Оттуда Там была Здесь Сознана Вы только Ее проявили На самом деле На мой взгляд Лярву породить Мы не можем Лярву можем Проявить Притащить К себе А вот дальше Мы можем Ее развить Вырастить Вырастить Однозначно Далее Лярвы Которые управляют Нашими мыслями Они сами Не могут С нами Разговаривать Они через Подсознание Когда особенно Мы находимся В состоянии Сна Покоя Вот они Залезают Спокойненько Нам какие-то Подсовывают Образы Эти образы Начинают с нами Говорить Потом мы просыпаемся Какой яркий Был образ Женщина Видела Какого-то Мужчину Мужчина Видела Какую-то Женщину И они Такой красивый Красивый Мир Лярвы Бывают Индивидуальными О чем Ты рассказал Как головастики Такие Слово Сперматозой Здесь не подходит Головастик Больше подходит А есть еще Лярвы Коллективные Доходят До интересного Такого Момента Когда Видящий Человек Заходит В семью Говорит Ребят Так у вас Вот это Одна лярва Она вот Смотрите Вот как Если себе Осьминожку Представить Вот голова Большая И маленькие Такие вот Идут Щупальца В каждого Из вас И они Присасываются К дедушке Вот сюда К бабушке Вот сюда Мама с папой В голову Вошли И так далее И тут еще У вас Помимо Вот этой Большой Осьминожки Маленькие Которые Как пиявочки Сидят На каждом А говорит А то в дедушке Там уже как крабик Внутри сидит Вон он Говорит У него уже Где вот Мочетой Как это называется В общем где он Постоянно уже Недержание Вот А когда уже Происходит Игрегориальная связь А игрегор имеет Два Две расшифровки Греческая Это как бдящий Не спящий А по латыни Это как пастух Управленец Так вот Когда эти лярвы Соединяются вместе То тогда Получается Тот самый Игрегор Мало того Этигрегоры Точно между собой Общаются И по сути Они не являются Отдельными Они все Единый Игрегор В котором Есть подразделение Вот здесь Религиозное Подразделение Вот здесь Денежное Подразделение Вот здесь Правительственное Подразделение Хочешь Быть Известным Богатым Вот тебе Бизнес Пожалуйста Хочешь быть Богатым Известным Да еще Чтобы управлять Вот тебе Пожалуйста Партия Какая-то А ты Что У тебя будут эмоции яркие, впечатления и так далее. Но все они все равно завязаны друг с другом. Потому что корень у них, откуда они все произрастают, один – это пекельные миры. Вот те самые, откуда все происходит. И задача пекельных-то миров какая? Создать условия так называемой цивилизации, в которую мы сейчас погружены. Мы же раньше жили в державе, а сейчас мы живем в цивилизации. Так вот, задача цивилизации – это подчинение, включение в эту машину до тех пор, пока ты не сотрешься. Как винтик, гаечка, болтик стерся, тебя выкидывают, но выставляют. И вот чтобы был стандарт винтиков, гаечек, болтиков и прочих саморезиков, создаются условия для того, чтобы человек ни о чем другом не думал. Только об одном – пойти заработать денег, эти деньги куда-то потратить. То есть он не думает о том, что можно жить на земле, можно жить в общении, где деньги тебе вообще не нужны. Там потому что ты будешь личностью, индивидуалистом каким-то. Не с точки зрения индивидуалистом, как сейчас у нас, плохой, а с точки зрения у тебя индивидуальное будет представление о мире, и ты будешь творцом, но при этом ты живешь в коллективе, в обществе, где друг другу помогают. То есть державный такой взгляд. Нет, это не нужно. И поэтому с детского сада начинают тебе это вбивать, вбивать. Твоих лярвы эти начинают взращивать, они начинают корректироваться. Вот чуть-чуть в сторону зашел, тебе нет, сюда, нет, все равно сюда и так далее. Нас постоянно, вот этот пастух, загонять стоило каждому свою личную лярвочку. Потом лярвочки соединяются в семейное вот такое объединение под этим спрутом, а дальше эти спрутики соединяются уже во что-то мощное. Бывает, вот едешь так, ну скажу так, не про себя буду говорить, едет видящий человек как-нибудь в электричке. И вот он смотрит, заходит такая-то бабушка, божий одуванчик. Заходит, бледненькая такая вся, никого не трогает, садится и место уступают. А рядом стоит такой, ну сидит вернее, такой мужчина или женщина, дородный, ну красивый все, кровь с молоком. И вдруг эта бабушка так начинает расцветать, а женщина так раз и бледнеть начинает ни с того ни с сего. И вот видите, человек видит, как из этой бабушки вот эта лярвочка, хвостик, выпускает там под печень, опа, вошла. И женщина так сидит, что-то как зеленеть-то начинает, что-то не то. А это расцветает бабушка. Или кому-то слово сказала. Ну, против того, закурить есть, ой, нету, все, хоп, контакт состоялся. Уже есть, все, они между собой взаимодействуют. То есть здесь очень много. Так вот, первое, что необходимо, это осознать, что это такое. Второе, понять, откуда они берутся, через что входят. То есть у нас подсознание связано с ними однозначно. Подсознание – это животное начало, это физическое тело. А физическое тело, оно всегда связано с демоническим миром, оно всегда связано с животным миром и так далее. Оно умеет умствовать, ум работает, мозг, но оно не умеет разуметь. Для того, чтобы разуметь, нужно высший поток. И вот лярва все время пытается заменить этот высший поток, уйти от божественной и перевести в демоническое. Алло. Ой. Принцип... Так. Собачку Павлова. То есть мне нужно это. И мне больше никто не может. Пошли, все знаете куда. Вон там слон есть в запарке, у него большая-большая задница. Вот туда всех посылайте. Вот из этой же серии. И когда вы себя начинаете надрессировывать, то в этом случае все идет очень хорошо. Но еще один из принципов – это осознать, откуда берется страх. Если вы поняли, откуда берется страх, а именно через страх управляют всеми животными, существами демонические миры, в этом случае вы страх переводите в состояние предохранителя, а не управленца. И тогда никакие лярвы, никакие эгрегоры вам будут уже не страшны. Вы просто подсоединяйтесь к своему божественному потоку, каналу, родовой нити, я так называю, и вы находитесь в божественном русле. Вы переходите уровень лярв и эгрегоров. Вы становитесь над ними. У наших предков не было эгрегоров. Мы жили в родовом потоке, в роду. И тем самым нам никто не был страшен. Как нас вырубили из этого, нам подсунули заменитель, потому что святое место пусто не бывает. Поэтому осознание, кто ты, зачем ты, перевод страхов только-напросто в состояние предохранителя и не более того осознание, откуда он берется. Ну и дальше все самосовершенствование, самонаправление, куда зачем идти, то есть воспитание своего физического тела, воспитание ума. Как собачке Павлова. Сделал хорошо, получи. Сделал плохо, тоже получи. Но только в этом случае конфетку, в этом случае волшебный пендель. Ну вот как-то я так разошелся, не на шутку. И может быть для самых таких тяжелых случаев, что человек он осознает, допустим, он понимает, он изучил даже вопрос, он вроде что-то там развивается, практикует, но не получается. Вот силы воли не хватает или как-то, и допустим, долгое время. Вот такой серьезный случай. Это, кстати, часто бывает, между прочим. Ну, по-разному бывает. Разные люди, разные ситуации. Вот как бы для таких самых тяжелых случаев есть какой-то совет? Да, конечно, есть. Если человек очень сильно заражен цивилизацией, через цивилизацию он получил огромное количество лярфов, грегоров и прочей-прочей дряни, то в этом случае ему во многих случаях, если он находится, скажем так, в начальных варнах особенно, ему нужен по закону варны, ему нужен наставник. Вот тут необходимо. Потому что в первой варне, как правило, находятся те, кому наставник нужен. Он приходит, духовник может быть, наставник, учитель. Во второй варне, там уже он менее потребный. Он сам уже может упорядочить пространство, избавляться. Третья варна, там вообще, это Витязь, это управленец, ему это не нужно. Ну, про жрецов я вообще молчу. А вот если это начальная варна первая, то тогда ему желательно поговорить с опытным. Человек, например, Валерия встретил. Валерий, подсоби. И вот он начинает. Ну, давай книжечку прочитай, мы с тобой поговорим и так далее. Меня там встретил, расскажи. Ну, пойдем на семинар, это все расскажу. И вот практически позаниматься. Через какое-то время, находясь в поле этого человека, обладающего, как он сейчас говорит, харизмой, знаниями, умениями, волей, просто-напросто он подключается, он переключается с канала лярвы, с канала демонического, подключается к каналу, вот здесь главное, правильно учительности, потому что как бы тот сам не был под лярвой, а то одного маленько выгонит, бесенка, второй залезет. Так вот, находясь в его потоке, он себя учит находиться в этом состоянии, и тогда, когда он, например, недельки три-четыре, а лучше два месяца или три даже, побыть в этом состоянии, он выходит из-под лярвы и включается в жизнь свою, он становится настоящим человеком, который понимает, осознает и умеет проявлять свободу воли. Ну, вот примерно так. Еще я даже тебя спросил, ну, коротко можешь сказать, вот как они, по-твоему, вот выглядят? Какие они бывают по виду? Они выглядят по-разному. Значит, самый начальный, это то, что вот Валерий прекрасно рисовал, такой типа головастика или, знаете, еще вот есть пиявка, пиявка, или инфузория туфелька, вот если увеличить инфузорию туфельку, измежа с пиявкой, вот они по-разному. Кто-то всем телом может приклеивать, в зависимости от лярв. Есть такое, знаете, как вот у пиявки рот, она цепляется и может болтаться, а есть те, которые прям всей плоскостью на тело ложатся. Если мы встречаемся с онкологией или с какой-то опухолью, знайте, что эта лярвочка уже внутри у вас. Это, скорее всего, похоже на крабика, который распустил все в стороны что-то. Дальше есть головастики, которые находятся рядом, ну, как шарик. Вот пятачка с шариком, представляете, который бежал, да, на день рождения костлику ИА. Вот на ниточке вот этот шарик болтался. Вот есть лярвы второго уровня, где уже голова большая и вот этот хвостик прессован. Он вцепляется в определенное место, где у человека пробой. Вот туда он всовывается. Потому что мозг связан со всеми частями нашего организма и туда очень хорошо, удобно влезать. То есть, что ты раздражаешь своим мозгом, куда посыл идут, вот там у тебя избыток энергии, там идет отсос. Потом дальше это идет уже типа спрута, где много щупалец, они уже больших размеров. Вот этот, если шарик, он где-то вот размером шарик он обычно бывает. Это, как правило, черного цвета, такой фиолетового, зеленоватого бывает оттенка. А вот спруты – это уже более серьезные существа. И причем есть спруты, которых щупальцы с точки зрения человека вообще невообразимы. Там километрами могут, длина такая быть очень длинная. Поэтому щупальцы могут не то, чтобы там на семью. Это всю деревню он может покрывать, часть города. И это уже часть одного эгрегора. Он работает уже на эгрегор. Он и сам сосет, и большую часть отдаёт эгрегор. То есть, здесь уже управление очень серьезного уровня. Ну, естественно, сам эгрегор – это такой же здоровенный спрут, который состоит как рой пчел, но только с длинными-длинными такими отлетлениями, которые вот через маленькие лярвочки, через семейство и через спрутов он всем этим управляет и этим всем занимается. Так что лярвоведение – это вообще очень интересное направление. Демонология – тоже интересное направление. Но я рекомендую всем, постарайтесь, если не уверены, самостоятельно поменьше соваться только через осознание, а не так, что я герой, я Дон Кихот, я там сейчас себе щит и меч достану или копье, и буду на всех кидаться. Здесь надо осознанно проявлять такое здравомыслие и не пытаться сражаться с этим, а пытаться через осознание уходить из-под удара в первую очередь, оставляя без питания этих дряней. Потому что когда вы с ними пытаетесь сражаться, вы из себя выплескиваете энергию, и эта энергия их же продолжает питать. То есть, сражаясь с ними, вы их укрепляете. Вот это надо понимать. Чем больше у вас эмоций, вот таких вот «сейчас я всё-всё-всё-всё», знайте, кто-то в вас залез, кто-то подцепился, кто-то даёт вам импульсы, и вы, как лабораторная крыса, постоянно из себя что-то выплёскиваете. А они сами хихикают, стоят, смотрят, говорят, дурачок, как здорово с тобой иметь дело. Давай, повоюй со мной ещё. Ну, повоюй со мной ещё. Это как пытаться убить дракона. Вот из этой же серии. Убиваешь дракона, и самым становишься. Ну, у нас уже час прошёл, может быть, ко второй части будем переходить. Или давай так, ещё вот маленький опрос, потом вторая часть, уже пора нам пообщаться с нашими радиослушательными зрителями. А я хотел, у меня вопрос есть. Не знаю, может, к Алексею, а может, и Валерий тоже скажет. А вот смотри, бывает вопрос к вам такой. А бывает наоборот. То есть у человека, допустим, зависимость, но к хорошим привычкам. Допустим, вот у него зависимость, он йогой занимается, или спортзал ходит постоянно, или там прогулки устраивает постоянно, или вовремя спать ложится, вовремя питается, там какой-то определённой практики. И если он это не сделает, ему плохо становится. То есть если он пару дней это пропустит, такое тоже есть. А вот это как, когда в обратку идёт? Ну, это тоже лярва, или вот это что тогда? Ответ очень простой. Хочется, чтобы Валера ответил. Такой простой ответ. Ну, тут очень просто всё. Надо понимать, что, если, допустим, если нет признаков шизофрении, вот человек не шизует на эту тему, да, а наоборот, у него там здоровье улучшается, и всё такое прочее, то это, конечно, не лярва. Ну, то есть не астральный паразит работает. То есть это как раз наоборот больше освобождение от лярвы, да? Ну, я так думаю. А любое, в смысле, как бы любая зависимость, которая на инфернальном паразите, это обязательно, это должна быть шизофрения, гордыня, пороки вся, любые разные, извращения, например. То есть обязательно что-то из этого списка должно быть. Есть понятие зависимость, а есть понятие осознанность. Зависимость – это когда тобой управляют, как рабом на верёвочке. Вот надо покурить тебе. Хочешь, не хочешь, ты идёшь курить. Это тобой управляют. Это зависимость. Если это алкоголик, он чем отличается алкоголик от неалкоголика? Не тот, кто валяется под забором алкоголик, а тот, кто не мыслит жизни без алкоголя. Вот это зависимость. То есть если праздник, надо обязательно выпить. Идём в гости, надо обязательно выпить. То есть это зависимость. Я не могу без этого жить. Вот что такое зависимость. А осознанность – это когда человек независим, но он понимает, что это ему необходимо сделать для улучшения своей жизни, жизни своей семьи, жизни своих родственников, своей общины, своей страны, своей державы. Это независимость. Независимость – это осознанность. И осознанность идёт от высшего уровня сознания, от божественного. А зависимость – от нижнего, от пекельного мира. Вот чем отличается зависимость от осознанности и понимания того, что происходит в мире. Поэтому, когда я делаю какое-то доброе дело осознанно, меня никто не вынуждает, никто меня не подталкивает. Стимул – никто мне в попку не тычет, палочки, которые называются стимул. Это осознанность. И я тогда живу по божественной проекции. Я на траектории божественного развития нахожусь. Ежели мной управляют, и я ничего с этим не могу сделать. Это зависимость. И вот для зависимости там лярвы, там эгрегоры. Где осознанность, там божественное проявление, и тогда я развиваюсь. И ещё, если ты живёшь в зависимости, то тогда у тебя появляются какие-то следы от «ошейника», в кавычках, который тебя давит. Потому что он постоянно тебя дёргает вправо-влево. Пендали волшебные прилетают, грабли и так далее, шишаки на лбу выскакивают, синяки под глазами, проблемы со здоровьем. А если ты живёшь в осознанности, то тогда болезней у тебя нет, потому что нет тех, кто эти болезни создаёт на энергетическом, потом на физическом плане. Вот чем отличается зависимость от осознанности. Я ещё про другое спрашивал немножко. Вот смотри, ну, например, человек возрастю... Может, ты хотел спросить, как можно это использовать? Вот это вот... Нет, нет, я хотел спросить, вот что это такое, когда человек, ну, особенно молодым-то нипочём, а вот более в возрасте. Вот, допустим, человек привык, он там йогой постоянно занимался, да, или в спортзал ходил, или физкультурой, и вдруг он по какой-то причине там, ну, занят дела, это не делает, да, и ему становится хуже, ну, что он пропустил эти тренировки, он, ну, чувствует, что, блин, надо идти на тренировку, я уже привык, вот это вот что вызывает, вот это? Алексей? Меня хочешь спросить? Хорошо. Смотрите, какая ситуация. Если мы говорим про какие-то практики, то в этом случае необходимо понять, корни практик откуда пришли? Если это практики не твои родовые, то тогда ты, делая что-то хорошее, на первый взгляд, можешь оказаться в подчинении от тех практик, которыми занимался. И иногда бывает, через практики тобой начинают управлять, то есть, вот этот эгрегор не родовой поток, не родовая нить, не родовой канал, а поток, который находится в эгрегоре, он начинает тобой уже управлять. И занимаясь каким-то, на первый взгляд, полезным делом, как тебе кажется, для здоровья, в конечном итоге ты к нему подключен к этому эгрегору, и эгрегор начинает тобой управлять. Это первое. Второе, есть такое понятие, как программа. Даже если вот этого эгрегора нет, есть программа, то есть, привычка, когда человек приучил себя делать одинаковые, как биоробот, действия. И если он нарушает свою программу, мозг на уровне подсознания создает очень неприятные импульсы, и он тебя заставляет в эту программу вернуться, потому что привычка – вторая натура. То есть, здесь надо понимать, есть эгрегориальные зависимости, которые через лярвочек на нас очень хорошо действуют, есть привычки, которые человек сам для себя сделал, и если он нарушает, ему очень некомфортно, а есть то, что, например, скрытое энергетическое воздействие через какие-то эгрегоры, к примеру, подсадка к эгрегору, например, восточному. Ему кажется, что он просвещается, просветляется, что-то делает, а в этот момент он всего лишь навсего находится не в родовом, а в каком-то более низком эгрегоре, который дал ему какую-то благость, как ему кажется. Ну и так далее. То есть, это вариант секты, а секты – это тоже части какого-то большого эгрегора, имеющего свой маленький, ну, можно так сказать, эгрегор, закуточек. Я вот хотел на такую тему. Вот как можно противостоять инфернальным паразитам, да, вот как Алексей сказал, противостоять впрямую почти практически бесполезно, за редким исключением, потому что они все равно, у них как бы и карты в руках, они нами могут управлять изнутри, могут заставить выделяться в кровь всякие вещества, а мы как бы разучились этим заниматься, то есть, они могут нас перебороть, перебороть, вот, есть, то есть, впрямую с ними противостоять как бы не нужно. Есть такие, есть масса способов, как это делать, противостоять вот этому, да, но не так, чтобы прямо в противостоянии вставать, а нужно просто забирать эту энергию обратно. Если понять процесс, как этот происходит процесс, нужно заметить, вот мы вовлекаемся в какую-то ситуацию, допустим, произошел срыв, мы теряем энергию, плохое настроение, угрызение совести, все, что у нас остается после этого, вот, это астральный паразит сделал свое дело, то есть, создал ситуацию, раскрутил ее и выхлопал всю энергию. Все, мы в таком энергетическом отсосе находимся, страдаем, мучаемся, мы проиграли, все пропало. А на самом деле есть масса способов, как эту энергию вернуть. Для того, чтобы вернуть эту энергию, нужно, по крайней мере, откуда-то бы узнать, что эта энергия, которая нам выдалась лично, она навсегда останется нашей в пределах того времени, пока мы живем. Мы ее можем забрать из самого пекла обратно эту энергию высосать, обратно вытащить и вернуть обратно к себе. Вот какой интересный закон есть. Нам же его не расскажут нигде. То есть, получается, меня раскрутила какая-то астральная сущность при помощи инфернальных инфернальной структуры, при помощи других структур и так далее. Все из меня забрали этот кусок энергии, распределили между собой и большую большую часть направили в инфернал. Что и делаю я. То есть, способ этот давно был прописан у Кастанеды. Необходимо перевспомнить эти события, вот как это событие развивалось. Вот прямо с самого начала вот то-то-то, этот сказал это, я отрегировал так, а тут меня зацепило, потом я сделал то-то, потом я ударился ногой, мне стало больно и вообще сильно разозлился. И все, вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. И все, я уже вот вовлечен в эту ситуацию, я уже как бы у меня опять, поскольку я же уже так поступил однажды, создастся такая же ситуация, поступлю еще раз. То есть, мне легко попасть в нее снова, просто перевспоминая вот эти события. И в тот момент, когда вот я, это все снова раскрылось, как цветок, я вдыхаю всю энергию, я же заметил, куда пошла вот тут энергия выхлопнула, вот сюда, вот сюда, куда-то туда пошла, ну, как-то вот ощущение есть. Я это все как бы руками, пальцами, всеми своими фибрами захватываю и начинаю всасывать обратно. Вот когда я вот это в переживании, вот в этом, ну, в смысле, в перевспоминании, вот эти все, как бы, я представляю, это как энергетические жгутики, я одновременно увидел, куда это все пошло. Я это все схватил и обратно всосал. Вот тут происходит, когда первый раз это вот получается, это происходит вообще что-то с чем-то. Это начинаешь ржать, там, я не знаю, эйфория какая-то бешеная, ходишь там, энергия обратно вернулась. Это, мое существо, ну, в смысле, моя сущность это знает, вот, стопроцентно, вот она сейчас вернулась обратно. Где-то там ее вырвали с корнем, ее уже там попытались заглотить, переварить, там, ну, переварить ее невозможно, уже пристроить в свою, к себе там, я не знаю, куда-то отправить, а я все это забрал и все обратно. Конечно, они так просто это дело не оставляют. Они начинают снова меня раскручивать и снова забирать эту энергию. Но я-то могу забирать эту энергию сколько угодно раз обратно. и когда я натренировываюсь на это дело, я могу это делать буквально в течение нескольких секунд. Вот произошла ситуация, она еще завершиться не успела, а я уже могу раз-раз-раз, окинул, все окинул, окинул, хоп, и обратно все засосал. И у меня и обратное настроение, как было вот до этого, и ничего не потерялось. Вот такие вещи можно выдумывать на ходу, как, каким образом забирать это обратно. противостоять тоже оказывается можно. Просто нужно изучать методы зацикливания, как вот это зацикливается. Это зацикливается при помощи слов, вот этих вот фраз. Когда я как только заметил, что вот эта фраза начала зацикливаться и повторяться в голове. Это как вот шутка такая. У особо одаренных людей и интеллектуальных эта зацикливность может составлять целый абзац. У простых людей это буквально два слова там, да. У людей посложнее это целая фраза. И вот она циклится, и она снова возвращается. И мы ничего не можем сделать, мы не знаем, как работать с этими мыслями, мы не знаем, как ими управлять. Они лезут и лезут. Вот. На это тоже есть определенные техники, они простые для понимания. И их легко воплощать, потому что достаточно узнать, как это работает. Как только мы знаем, ну вот садимся в машину, как только мы узнаем, что тут скорость, тут газ, то есть мы уже начинаем экспериментировать. То же самое, как только мы узнаем механизм, как вот эта вот зацикленность рождается, потом дальше она, следующий этап, следующий, следующий. Там оказывается строгая технологическая цепочка. И в каждом этапе, если ее нарушить, нажать просто, весь этот механизм нарушается и разрушается. Ну, на этом построена магия. Допустим, вот человек-маг, он управляет природой там или какими-то процессами или еще что-то. Он же не то, что он напрягся так, что сильно, что у него аж там мозг чуть не взорвался и тогда там бац, материальность изменилась. Нет, он нажимает на эти ключевые точки в нужный момент. То есть, имея чувство времени, понимая, где какой процесс идет, где его изменить траекторию вот этого потока и направить в свою нужную сторону. Точно так же и мы работаем вот с действием вот этих инфернальных сущностей. Если представить, как они нами управляют, вот представьте, что мы автомобиль. То есть, наше тело это автомобиль. Такой хороший, тут у нас куча дисплеев, даже, не знаю, самолет. Вот. Наша душа сидит в этой кабине. По сути, идеально так, как вот, чтобы... и управляет. Она знает, как все функционирует, когда нужно топливо подать, где крен какой-то, ну, полет, допустим, если представить. А наш социум, вот этот, демонического пути развития, цивилизация, сделала все так, что мы в кабине больше в этой не сидим, нас выманили оттуда, нас туда не допустили, нам сказали, что ее вообще не существует. А любая инфернальная тварь в эту кабину залазит и нажмет на кнопки. Тут злость, тут радость, тут жрать хочу, тут еще что-то и сидит там, давит, как бы специализируется. Раз, раз, раз надавил, кусок энергии выдавил. И все, они сидят. То есть, по сути, нам нужно осознать, что эта кабина существует, то есть управление нашим существом, телом. А тело, это наше... Это механизм, очень сложный, но механизм, программируемый. с ним нужно правильно обращаться. То есть, вот, и каждая инфернальная тварь знает, как это делать, а мы не знаем. То есть, вот так вот мы дожили до такого состояния. Так, это к тому, что вот, как управлять телом, возможность есть такая, и для этого не нужно семь пядей во лбу иметь, нужно просто узнать, как это работает. Просто простые механизмы. Управлять своими эмоциями и потоком мыслей тоже можно. Для этого есть простые техники. Очень простые, которые, ну, не знаю, там, вот я писал там, штук с десяток, наверное, до чего додумался. А как только у человека появляется свободная энергия, у него творчество начинает переть. То есть, он думает, он не только там придумает, как что сделать, он еще и придумает способы, новые способы, как избежать этого нападения вот этих лярв и всяких этих существ. То есть, творчество начинается, тут же на ходу придумаешь тут пять способов, а лярва же она как? Вот ты придумал способ, ее вот практикуешь, давишь, давишь эту лярву, она моментально, все-таки она, сознание-то у нее хорошее, я так считаю, судя по проявлениям. Она тут же понимает, что я обойду это так, и раз, и меня долбит по-другому уже. Я тут закрыл, вот почему щиты не работают. Я закрылся, стою вот так, не допускаю. Она обходит с другой стороны, даже через другого человека. Пинац, сзади, и ничего ты не можешь сделать. Да, вот Алексей вот правильно сказал, я просто вот как бы на свой лад хочу перефразировать, как можно избежать самый верный способ, это эволюция. То есть, чем более духовный человек, тем меньше воздействия на него инфернальных существ, паразитов разных, людей, вампиров, например. Не только ведь лярва через людей, ну то есть делают людей вампирами, еще сами люди тоже становятся такой же демонической сущностью и вампирят, то есть становятся такой же самой лярвой там. вот. Ну и вот, изучай, так, ну да-да-да-да-да. Как этого избежать? Духовно развиваться. Чем духовнее развитый человек, тем меньше к нему прилипает, там, сглаз уже не прилипнет. А что такое сглаз, кстати говоря? Сглаз, это та же самая лярва, порожденная человеком. Ну, почему, почему я настаиваю на том, что человек может порождать этих сущностей? Потому что человек, этому масса всяких разных подтверждений я нахожу вот вокруг себя, я сам это делаю. То есть я могу создать устройство, которое будет охранять мой огород. Я вот никакой там, не экстрасенс, но я это сделать могу, да? Или поставить это устройство, соорудить его мысленно, поставить, задать ему параметры, поставить к моему, к моим огурцам. И огурцы будут переть как сумасшедшие. Оно будет питать их, там, корневую систему образовывать и все прочее. Я стою, программирую, прихожу снова в следующий раз. Я помню, что оно здесь стоит. Это тоже типа создание вот сущности. Только сущность, это такая механизированная боли. Я не даю ей, как бы, не придаю ей такое вот свойство, чтобы она сама мыслила, ну, чтобы она не переродилась в это чудовище какое-нибудь. Вот наверняка у нас, раньше предки вот так вот насоздают всяких сущностей, вот, а потом забудут им задать такую программу, чтобы они ликвидировались в какой-то период времени. И они могут сотнями лет существовать, пугать людей там, например. То есть, вполне возможно, откуда это все рождается. Вот. То есть, главное, нужно узнать механизмы, как это работает, и, ну, то есть, заняться этим, откуда-то узнать, что это вообще возможно, что это оказывается очень просто. То есть, мы зацикливая свою мысль на чем-то, мы создаем там уже энергоинформационную сущность. Я создам свою мысль вот на этой камере, например, и там у меня будет жить энергоинформационная сущность. Я задам ей условия и правила, и она будет как-то, ну, чтобы она как-то на меня влияла, например. Она будет там жить, а я ее буду подпитывать. это так, навскидку, без разницы. То есть, все, что угодно можно создавать. Вот. То есть, эволюционировать, совершенствоваться. А какая у нас вторая часть? О чем она будет? Вот первый час закончился, а вторая у нас что? А еще у нас тут куча вопросов уже появилась. Отлично. А вот точно, может быть, перейти к ответу на вопросы? Да, мы сейчас перейдем, мы сейчас перейдем. Просто я хотел уточнить. Вот то, что ты рассказал, это то, что человек порождает сам, это то, что человеку служит, потому что это часть его установки, часть, по сути, самого этого человека. А лярва все-таки это то, что направлено на управление людьми, это порождение пекельного мира. Поэтому то, что ты сказал, порождение, оно есть. И это абсолютно, я не оспариваю, мало того, точно так же, как многие люди это знают и этим пользуются. Но лярва это порождение вот тех пекельных миров. Здесь, мне кажется, все-таки надо очень аккуратно быть с тем, что мы порождаем лярвы. Мы порождаем сущности обереговые, сущности хранители. Мы притягиваем, усиливаем сущности, которые с нами трудятся. Наши живот мы усиливаем. Здесь много, много, много чего, о чем можно говорить. А вот лярвы, они подседают на те мысли, которые мы выбрасываем. Как правило, это негативные мысли, они же этим жрут. Мало того, я скажу по секрету, изначально маленькие лярвочки, простенькие, это были те самые пиявки, очистители наших мыслей. То есть, изначально у них была такая задача, когда был несколько другой баланс, ну, как многие любят, говорят, между светом и тьмой. В кавычках этого всего, условно, черт возьми, в кавычках. Как только человек допускал какую-то дрянь, прибежала вот эта пиявочка, которая эту дрянь из него высыла, он такое легкое облегчение чувствовал, дальше подходил, ведун и говорил, ну и что ты сделал? Эту пиявочку в сторону убирал, все, она сделала свое дело, с тебя вот эта гадость вышла, она забрала, и он дальше начинал объяснять человеку, что ты допустил в себя вот это, то есть, ты допустил в кабину самолета вот эту вот тварь, которая начала управлять твоим миром. Ну хорошо, это маленькая лярочка, которая просто успокоила тебя, а если бы это каракатица прибежала с пруд какой-то? Поэтому в древности ведуны это объясняли с малолетствах, шести летам наши предки прекрасно это все знали, мало того, они могли этим всем управлять, это все делать, и как ты правильно сказал, создавать обереги, действующие, не просто в камень вложить, не просто в амулет какой-то, не просто в дерево, а именно создать сущность, которая, например, охраняла бы его покой, то есть она взаимодействовала с хранителями, с легами, орлегами и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть это очень вообще интересное направление, но я боюсь, как бы сейчас мы передачу не превратили «Расскажи мне обо всем и сразу». Давайте все-таки перейдем ко второй части, потому что время уже час тридцать, у нас прошло передача. Я бы хотел сказать чуть-чуть только. Давай скажи. Это обратить внимание зрителя на то, что вот есть эти инферманальные сущности, как бы потусторонние, невидимые, это темный демонический мир, а есть реальные такие в физических телах, которые там в правительстве, может, они там темные серые кардиналы сидят, управляют, и, допустим, тоже они связаны с этим инферманальным миром даже на примере того же телевидения, допустим. Вот кто-нибудь создаст какой-нибудь правильный хороший фильм, его не пустят на экраны, а пустят, именно должны быть такие прибамбасные технологии, которые связаны с демоническими мирами и с теми же лярами. Допустим, хорошее кино, красивый фильм, и тот же главный герой он будет ходить и курить, допустим, или ходить и пить алкоголь или застолье какой-то показан, или там сквернословить, что-то такое, какие-то нехорошие выходки делать, или тот же вроде бы хороший герой, но он будет там какой-нибудь извращенец немножко в каком-то плане. И вот я хочу сказать для зрителей, что эти демонические миры и те, кто находятся как бы цензорами того, что идет по телевидению, транслируется, они связаны между собой, то есть по телевизору как бы навязывается вот то же самое, чтобы эти лярвы цеплялись за людей как бы, ну, то есть вот это связано, хотел обратить внимание, лучше выбирайте, что вы смотрите, да, лучше в интернете эти лекции слушать полезных людей найти, чем телевизор смотреть, там хоть не хоть, может, это тоже воздействует, человек чистый, через телевидение те же фильмы на него может происходить воздействие, что телярвы к нему зацепятся. Я все сказал, да, 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 согласен абсолютно, ну что ж, ко второй части переходим? Давайте. Давайте. Итак, небольшая отбивочка, и после нее начинаем вопросы-ответы разбирать, которые поступили в чате Народного Славянского Радио, славрадио.орг, там ищите слово чат, и на канале YouTube, youtube.com слэш славрадио, к сожалению, других YouTube я не вижу, но я думаю, что вот на одном мы будем понимать, чтобы просто глаза у меня не разбегались, а то буду косой как заяц ходить, когда сразу за двумя тремя каналами буду наблюдать. Итак, отбивочка, после этого переходим к вопросам и ответам. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 1 февраля 2018 года четверг по одному из старинных 12-й день месяца в юг и стужи 7500 26-го лета шестица ля рвоведения сказители Валерий Мирянин Ведогор и мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира начинаем отвечать на вопросы которые появились в чате Народного Славянского Радио на канале YouTube Народного Славянского Радио славрадио.org вопросы больше не принимаем уже достаточно большое количество разобраться бы с теми которые пришли. Итак, первый вопрос появился в 19 часов 13 минут от дяди Васи вопрос что привлекает лярв к человеку и как не дать им себе приставать ну уже об этом поговорили кто-то хочет что-то добавить пожалуйста ну коротко если сказать да наше несовершенство они прилипают туда где мы позволяем где у нас есть вот к этому слабость ну то есть мы приходим в этот мир мы хотим его испытать эту материальность всю пощупать и там есть грех разврат все все проявления вот эти и мы же тоже хотим это все испытать и на каком-то этапе ну если это совершенная сущность конечно она пришла уже совсем с другой целью конечно она не попадется а мы все все это прощупываем и они липнут к нам то есть именно развиваться то есть эволюционно чем выше эволюционное развитие чем духовнее человек тем меньше прилипает все это ну вот здесь очень прост здесь очень простой пример можно привести мыши и тараканы разводятся там где есть условия для того чтобы они разводились у нас подобие во всем поэтому если вы создаете условия для того чтобы лярвы к вам прицеплялись они обязательно прицепятся и через них вы будете подсажены на все что угодно идем дальше дядя Вася еще вопрос в эфир как нам в этом глобальном мире очиститься самим и очистить все от этого паразитизма ну мы тоже уже частично поговорили есть дополнение пожалуйста дополняйте вкратце вот все сводится к тому что когда была когда эту цивилизацию обнулили и придали ей другой уровень ну в смысле другой путь развития демонический был божественный путь развития стал демонический на самом деле нам в итоге то нужно обратно этот путь божественный вернуть и поэтому столько сейчас альтернативщиков копает эту тему но для того чтобы копать эту тему нужно народ этим заинтересовать нужно самим духовно развиваться вот и таким вот образом всем миром каким-то образом не знаю тоже много сомнений на эту тему и и конечно и надежд что у нас все-таки это получится а вот так просто что индивидуально да мы можем развиться но мир так просто не поменяется тут нужны очень большие придется вложить усилия всей всей стране как минимум нашей ну так вот как-то вот отлично сказал я сейчас секундочку прежде чем сюда послать кого-то оттуда сюда на эту землю вам говорили легкой жизни здесь не будет да пожалуйста Владимир еще я вспоминаю старые фильмы эти раньше были про кунг-фу да и там было такое что вот мастер учил ученику что ты постоянно должен быть наготове ты постоянно должен ожидать удара в спину ты должен в любой момент увернуться это кстати к Лярун тоже имеет прямое отношение допустим даже ты очистился но ты расслабился ты забыл про это и бабах тебя опять на чем-то цепанули да то есть человек постоянно должен быть вот как говорится ты ведешь свой автомобиль как водитель да вот как душа ведет свое тело и ты не должен уснуть за рулем должен постоянно держать ситуацию под контролем иначе ты в аварию попадешь и так же и тут что как только ты расслабишься да очищаться надо постоянно на все обращать внимание тоже вот баню очень важно ходить кстати баня тоже очищает и энергетические тела тоже вот и поддерживать постоянно это все не забывать и питание и баня и физкультура все это держать себя постоянно под контролем как только расслабляешься Толяр может зацепить хорошо и для того чтобы быть в сознании необходимо уходить от того что вас из сознания выводит то есть это все виды наркотиков все виды наркотиков это деятели телевизионных искусств которые выступают по прямом смысле голубым во всех смыслах образах экраном поэтому уходите от этого переводите свою жизнь в осознанность и только через это вы сможете разобраться с тем что эта жизнь есть разберетесь станете хозяевами жизни нет значит лярва вам в помощь уводить вас будет туда куда нужно ее хозяевам то есть пекельный мир идем дальше Женя Макарова наши же ведуны по моему на нашем же родном канале говорили что собаки гуляя по кладбищам с хозяином также может передать лярвочку так как если к ней не цепля так как же если к ней не цепляется и второй вопрос лярвы и неосознанный вампиризм что их объединяет или это совсем разное во первых к животным все таки лярвы астральные паразиты липнут и видно это по их поведению вот они социализируются и видно все эти приколы ихние странности человеческое поведение и прочее то есть все таки видимо астральных паразитов гораздо больше чем людей чтобы они могли тут реализоваться в этом мире вот а что там второй вопрос ну значит первое это ходит ли если с хозяином собачка то она может зацепиться и хозяину передать лярвочку а второй вопрос лярвы и неосознанный вампиризм что их объединяет передавать там все гораздо проще на самом деле там нет таких особых расстояний чтобы там вот там все немножко иначе же я думаю в энергетическом мире так что там второй вопрос он и в третий раз ходил за елочкой я даже еще раз это скажу ну как бы я скажу я считаю что может объединять когда вот допустим пример простой жена подходит к мужу ни с того ни с сего все было хорошо и она вдруг начинает ругаться бла-бла-бла-бла-бла это может тоже быть связано что в ней лярва сидит и она требует такой эмоциональной такой нервозной как бы подпитки и бывает люди подходят к тебе ну обычно незнакомые навряд ли а вот знакомые вот жена может или кто-то там или теща подойти начать ругаться с тобой вдруг ни с того ни сего вдруг ба-бах спылит там такое да вот это я думаю что это связано это может давай я прикол прикол скажу подпитки да я прикол скажу на эту тему вот когда же нас с мужем ругаются ну даже там теща там и все прочее на самом деле это общаются лярвы они таким образом высасывают из людей энергию как бы друг друга раздражая ну почему вот все спокойно с семьей и вдруг там началось да вот ни с того ни с сего ребенок в шоке просто постоянно что происходит на самом деле нужно понять очень простую вещь это что происходит когда люди ругаются это лярвы занимаются сексом в результате этого порождаются другие лярвы и рядом стоящие люди они стараются вовлечь других людей и пересадить на них это новое порождение их не на соседнем ну смысле на соседнего человека то есть заразить и этот человек он тоже заразится вовлечется в эту ситуацию так же будет уже для него это станет так же материально он будет переживать по этим же поводам по которым они спорили и ругались вот это просто жизнь лярв их нужно изучать как вот жизнь животных в природе например то есть другими словами если кто-то занимается сексом с вашим головным мозгом это еще не говорит то что это плохой человек просто лярва захотела покушать или усилить свое пространство или призвать какую-то или породить что-то так что не всегда кто вам выносит мозг это он специально делает да просто лярвы живут да они просто тоже хотят жить общаются да хотел добавить к этому совет для зрителей он очень важен вот как раз к этой теме да если ну посторонний человек с вами как-то зацепил вас начал ругаться ну там смотрите по ситуации может и в ухо стоит дать ему да а вот ну допустим ту же жену ту же тещу или ту же как-то у вас семейный конфликт с братом там с сестрой с родственником вы ничего ему не можете сделать да и избавиться от него не можете допустим если вы все равно вынуждены либо с ним жить либо в гости ходить и вот мой совет в таких случаях если жена или близкий родственник вам начинает друг ругаться ни с того ни с сего какой-то глупый вообще без почти с полоборота из какой-то мелочи то молчите в ответ просто успокойтесь и молчите не отвечайте на эту ругань вообще не разговаривайте этот момент ждите пока он остынет и а если вы начнете гавкаться в ответ вот он гав-гав-гав вы гав-гав-гав-гав вы этих лярв подпитываете и они накачиваются этой энергией от вас они именно выделяемую вами энергию эмоциональную они как раз и подсасывают и радуются просто промолчать в ответ вы раз промолчите два, десять раз промолчите этот человек даже его лярва перестанет им рулить она перестанет подходить и ругаться то есть на десятый раз она больше не будет так делать ну и вот если когда-нибудь через месяц может когда вы забудете об этом опять вас бабах проверить вот тут я еще добавлю что лярве нужно уничтожить любовь человека к человеку иначе ей негде будет разгуляться поэтому естественное противодействие вот этой ругани это любовь проявление любви доброго отношения к человеку несмотря на то что он на тебя раздражен пытается тебя там подначить чем-то вот а ты не реагируешь и улыбаешься а я говорю я говорю все равно тебя люблю все будет хорошо сначала вот такое ощущение там у человека он в шоке потом что-то в нем просыпается а что-то в самом деле люди же родные вот таким вот хорошим отношением друг к другу правильно здесь надо понять что не все сразу могут в состоянии любви пребывать поэтому это надо нарабатывать ощущения надо просто осознать что ближе этого человека вашего близкого нет другого то есть понять это можно тогда когда вы пройдете через чувство утраты вот представьте себе что к примеру ваша мать или отец умерли больше вот нет с вами их это шок для вас будет а теперь представьте как же вы можете на своего близкого человека самого дорогого на мать или отца вот так кидаться если вы прошли через чувство утраты и поняли что как будет вам плохо без этого человека вы никогда на него не высите голос вы всегда к нему будете относиться обережно всегда будете его любить точно так же относитесь к своим детям ну представьте что ребенок пропал это же кошмар как же вы можете на своего ребенка кричать если вам без него плохо таким образом вы будете хотя бы в состоянии приятия и все прощения входить к нему и через это когда вы успокоитесь вы почувствуете состояние любви и для тех кто вообще не может понять состояние любви такие к сожалению отравленные цивилизации и есть попытайтесь после того как вы прослушали эту передачу если оказываетесь в такой ситуации попробуйте взглянуть как будто не к вам идет агрессия не в вашу сторону а как будто к какому-то человеку и вы наблюдаете со стороны и попробуйте просто проанализировав наши слова примерить ситуацию рассмеяться о том как же это примитивно все действует вы будете смотреть на это с точки зрения как два клоуна на арене вы на них смотрите и просто надрываете животик от того как это все примитивно воздействует и тот человек будет не понимать почему вы на него обратно не кидаетесь почему вы не выпыхиваете на него гадость а вы стоите и улыбаетесь вам просто прикольно смотреть за тем что происходит как лярва действует то есть вы будете заниматься изучением лярвоведением как это все происходит уверяю сразу пыл того пройдет Вы из себя никакого зла не выкинете. Мало того, в вас может проснуться что-то похожее на любовь. Вы почувствуете, что этот человек маленький. Да его любить надо, оберегать. Он же дергается на вас. Но в том случае, как сказал у нас Эдогор, если вдруг кто-то лезет вас убивать, это не говорит, что надо ржать, стоять. А надо предпринимать такие действия, чтобы остановить. Вплоть до того, что дать просто в репу. Хотя у меня были случаи, когда я просто подходил к разъяренному человеку, смотрел в него глаза, руки убирал за спину, свои руки убирал за спину. У него в руках была монтировка или что-то такое тяжелое. Я прям подходил так вплотную, смотрел в него глаза и задал им простые вопросы с улыбкой. И он переставал дергаться. Он пускал эту монтировку и не мог ничего сделать. Но предупреждаю, экспериментировать с этим не надо. Надо понимать, что вы делаете, как вы делаете и осознавать, кто управляет человеком. Так что, слушая наш эфир, начинайте с простых шагов, а не самых сложных. Не надо искать на улице бандюка с топором, к которому подойти и сказать, попробуй-ка меня испытай. Попробуй научить меня чему-то. Начинайте с простого. С домашних, на кошках потренируйтесь. Вот к этому же я добавлю, что я вот именно начинал на друзьях. То есть я знал, что они меня не побьют. Там, ну, будет такие сложные ситуации. И вот разыгрывал такие вещи. То есть на тех, кто, по крайней мере, тебя там не покалечит. Ну, то есть такое тоже было, да. И очень хорошо работает. И потом такие отношения замечательные становятся просто удивительным. В вашу сторону дифирамбы тут льют в чате. Так что нравится то, что вы тут все говорите. Идем дальше. Нет, добавить чуть-чуть хотел. Ну, давай, давай. Еще вот важный момент. Обратите на свое отношение с родственниками, с друзьями, с близкими, знакомыми. Иногда, вот как я сказал до этого, что может показаться, что вот ни с того, ни с сего человек начал с вами ругаться, ваш родственник. Во-первых, родственники все даются вам не зря. Это как ваша школа проверки. А во-вторых, не забывайте, что может перед этим вы сами не заметили, вы что-то ему некорректное замечание сделали какое-то. Может там они пролили чуть-чуть что-то или что-то не так поставили, да, и вы сами так некрасиво сделали замечание или как-то подзаначили, оскорбили. А потом удивляйтесь, что на вас начинают ругаться. То есть в первую очередь смотрите за собой. Не являетесь ли вы инициатором вот то, что с вами ругается родственник. Может вы сами ему перед этим что-то не так сказали. Смотрите за собой в первую очередь. Здесь уже было сказано, Валерием, о том, что один из признаков того, что вы находитесь под лярвой или лярвочку себе приютили, то, что у вас есть серьезная гордыня. Так вот, первый признак гордыни, то, что вы не извиняетесь за очевидные проступки. То, что вы даже перед близким человеком не можете сказать, прости меня, вот просто душат вас, вас не дают, говорит, как ты будешь изменяться, да ты выше этого должен быть и так далее. Это первый признак того, что вы одержимы, как минимум лярва, я не говорю про бесов, но как минимум лярва уже у вас сидит, которая не дает вам возможности осознать то, что надо просто элементарно извиниться. Они не дают вам извиняться, не дают вам переступить через свою гордыню. Вот это первый признак. Поэтому, если вдруг вы что-то сделали и вам конкретно указывают, ну ты же вот это сделал, и вы начинаете сопротивляться, доказывать, что вы чисто, белый, пушистый, ко мне пристают, знайте, вы находитесь под лярвой. Надо переступить через это, сдуться чуть-чуть и сказать, дорогой мой друг, дорогая моя подруга, мама, папа, бабушка и дедушка, простите меня, пожалуйста, я был неправ. И скажите это искренне. Вы почувствуете, как-то лярва с вас просто как грязь отсохшая отпадает. Вот как будто бы наступаешь во что-то неприятное, вместо того, чтобы стирать, даешь возможность высохнуть, потом стряхиваешь, она отпадает. Вот это прощение, просьба извинить себя с открытым сердцем, чтобы аж слезы наворачиваться от того, как вам приятно извиниться за то, что вы признаете свою неправоту перед близким человеком. Вы почувствуете, как просто она отпадает. Это для нее самое страшное лекарство, она не выдерживает его. И в следующий момент вы получаете кусок энергии прямо. Не слышно. Микрофон включи. А вот сейчас слышно, да? Да. Я хотел добавить, что в этот момент вот это акт магический на самом деле. После этого момента вы получаете кусок энергии в себя. Прилетает и эйфория, вот это ощущение, ради которого стоит вот эти тренинги все проводить. Это стимул просто обалдеть какой. Это такая радость приходит, когда вот переломил и извинился вот так вот, и сделал хорошо, и сказал, я тебя люблю. И вот это пришло обратно. Откуда оно пришло? Что это такое? Ну, это такое мощное, эйфоричное чувство, ну, в смысле ощущение, это реальность. Вот этим надо пользоваться. Это вознаграждается вообще просто дико. Вот эти вещи. Друзья, у нас еще почти 20 вопросов. А давайте, давайте коротко вон. Да. Здравия, Валерий Видогор. Читаю вашу книжку, но дело идет медленно. Прочитываю полстраницы, и сознание отключается. Максимум удается прочесть страниц 6, прикладывая чрезмерные усилия. Это лярвы боятся, что полученная информация из книги их убьет. Когда читаю фантастику, то такого не происходит. Только после длительного чтения. А тут прям в сон не то, что клонит, а засасывает. Буду, наверное, перед сном ее читать. Да. То же самое у меня там с Кастанедой было, и с другими книжками. Вот когда вот эта внутренняя лярва, или как это, энергетическая сущность, которая управляет, она что угодно может сделать. То есть, вот мне жить не будет, пить захочется. Побежал, пришел уже, забыл, что хотел. То в сон вот так вырубишься, то как-то так тоска такая наберет, то что-то там, кто-то тебя обидел, вспомнишь. Она там в голову. Еще после этого назови ее, ну как бы, что у нее нет сознания. Да у нее там сознание, она чем толще, тем у нее сознание больше. Вот что. То есть, она чем жирнее на тебе живет, тем больше у нее сознание, чем у тебя уже. То есть, она управляет моим организмом уже лучше, чем, я сам этим могу управиться. Вот что происходит. Поэтому в итоге происходит замещение этой сущностью, человеческой вот этой души. Вот это нормально. Она через какое-то время сдуется. То есть, на нее нужно так вот давить, давить, просто не заканчивать. И в какой-то, в один, в какой-то момент она просто отступит. Она не может вечно бодаться. То есть, она слишком смертельно, серьезно. Ее очень хорошо берет юмор всячески. То есть, внезапные действия, например, вот, чувство у меня, вот, ну, совсем уже там, скажем, раз там воды в лицо, ей такой удар получается, как лопатой по, мокрой лопатой по одному месту. Вот так вот, и такой удар происходит. Что-то внезапное сделать. И эти все приемы, они же описаны везде. Там, сям, в разных книгах. Просто их вот нужно, эти приемчики знать, как и выбивать из нее, вот это вот, ну, вот это тотальное управление мной, как сбить это. Есть приемы. А самое главное, это напор, 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 давим, давим, давим. Интересно, вот мое личное наблюдение на многих знакомых, да, ну, то есть, мне так случайно попалось, несколько знакомых даже у меня такие есть. Как только говоришь на любые темы, они нормально бодро с тобой разговаривают. Как только зашла тема про какие-то знания, и человек моментом засыпает. Реально вот он вырубается. Просто засыпает. Сразу видно, да, по человеку. А потом переключишь тему на другую, и он коп опять взбодрился. То есть, что-то там сидит, что не хочет это слушать, и человека вырубает в сон. И еще потому, что это не является частью его материальности. А материальность – это отклики. То есть, в его картине эта материальность вычеркнута специально. Поэтому, как только заговариваем на эту тему, человек – и вырубается. Вот прямо это четкая система. Да. Хорошо. Так что, в случае чего, лервы хорошо поддаются, когда человек подходит с лопатой. И с юмором. И с юмором. Или поржом, или лопатой по одному месту. Тем более, она у меня мокрая. Всегда, да? Вопрос эфира от Жени Макаровой. Есть такая методика. Метатерапия. У нас в Риге есть специалист, плюс высокий статус Рейки. Насколько помощь такого специалиста эффективна? Или подсадка на деньги? Как работает, и на каких уровнях такая помощь? Личность, практикующая это, имеет духовный статус? Вот сколько вопросов от Жени Макаровой. Вот эти все вещи, они очень легко, их можно оценить. Сколько гордыни в этом, руководители, которые там вот, ну, все это ведет, да? Который толкает там, какую-то идею. Надо просто смотреть, насколько вот он, такой важный из себя, как он любит, чтобы на него смотрели, как он там, вот этот уровень гордыни. Если гордыня в нем есть, значит, в любом случае, астральные паразиты через него засаживают этих астральных паразитов в других людей. Я, естественно, я не знаю эту систему, но это очень просто определять. Как только мы в себе определяем количество, уровень гордыни в себе, мы сразу же начинаем видеть уровень гордыни в окружающих нас людях. Вот буквально прямо, как вот, как рентген какой-то сразу. Только человек зашел, не знал, только я сразу же вижу, чего он стоит. Ну, в смысле, как он, насколько поражен гордыней. Вот с чего. Потому что я сам в себе это изучаю, смотрю уровень своей гордыни, как я с ней борюсь, вот и все прочее. Вот. Ну, таким вот образом определять, что он несет. Если он демонические идеи несет там, а что такое демонические идеи? Это индивидуализм, это отсутствие любви, там, я не знаю, человека к человеку. Ну, это же там целый перечень, вот все, что цивилизация нам предлагает, подлость, ревность и все такое там прочее. Вот смотреть, если этот духовный руководитель предлагает то же самое, только в интересном там, в интересной обертке, но он несет демонизм. Надо смотреть, несет он демонизм, или, или все-таки он хочет из вас богов однажды сделать. Ну, в смысле, там, к тому, что вы будущие боги. Вот. То, что из нас сделает рабов и ничтожество, это демонизм. Как поговорка, на бога надейся, но сам не плашай. То есть, можно слушать, учить идеи, прислушиваться, но самому стараться понять эту тему, изучить, и самому на себя надеяться, на свои силы, на свое развитие, самому развиваться важно. И еще, еще один такой тест. Настоящий учитель, он ничего за тебя не решает. То есть, он дает подсказки, как бы. Он не лезет в душу, там, не заставляет тебя думать иначе, чем ты хочешь. То есть, фактически, все, все средства есть в нас. И для того, чтобы эти какие-то средства заработали, чтобы мы духовно начали развиваться, там, эволюционировать, нам нужно только подсказки. То есть, ну, как сказать, такая помощь-то, опосредованная. Нужно, чтобы какой-то появился человек, который бы объяснил, что это уже в нас все есть. Вот это главный критерий. А если он загоняет, что он все может, а вы ничего не можете, поэтому идите сюда, платите деньги, там, или еще что-то, то, ну, это чисто демонизм. Вот и все, весь критерий. Абсолютно согласен. Если учитель говорит, что он крут, а вы никто, если он ваш постоянный костыль, вот с ним все получается, без него ничего, знаете, это директор секты. А где секта, там демонизм. А где демонизм, ну, там, само собой, наши друзья, про которых мы сегодня говорим. Так что, смотрите в оба. Санек Ефанов, это получается моих батарейки при жизни так, или при смерти? То есть, и при жизни, и при смерти? Нет, при смерти там другая история уже идет, инкарнация новая, и мы там своими делами занимаемся, а энергия выдается на эту жизнь. То есть, мы из прошлой жизни нашу энергию забрать не можем, а всю энергию, которую в этой жизни мы потратили, из нас выставили, мы забрать можем, даже из самого детства. То, что мы батарейки, это уж, ну, настолько очевидно. Ведь эти все фильмы там, снят, вот, то, что снимают вот западные фильмы, там, американские, это же все истории из жизни практически. Что взять супергероев? Это, они просто описывают богов ведических, просто искаженном виде. Матрица, это вот, кем мы на самом деле являемся. То есть, прямо по фильмам идти, 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 они все эти идеи, это все из жизни взято, и переначено вот на свой демонизм, минический лад, там, как-то попсово просто передано. Вот. И все. Тут как бы и сомнений нет, естественно. Мы для них пища, они паразиты. Они нас не уничтожили 250 лет назад, по простой причине. Мы им нужны. А кто же за них будет работать? Кто питать будет их тело, их энергетику? Мы же будущие боги, мы сотворители мира, будущее. Мы управители мира. То есть, мы можем управлять материей. Мы уже сейчас можем миром управлять, а они не могут. Поэтому им нужно, почему демоны как бы замещают человека, в теле человека, через человека, они уже могут что-то сотворять. То есть, они могут силой сотворения, через нас пользоваться. Или структурировать нас таким образом, чтобы мы сами сотворяли мир. Например, убеждать нас в том, что будет апокалипсис. Вот им зачем-то он нужен. Я знаю, зачем он нужен им. И мы постепенно, думая об этом, мы постепенно коллективно сотворяем апокалипсис. Вот. То есть, мы не только батарейки, мы их все. Без нас им жизни-то и нет. Если они уничтожат этот мир, они исчезнут сами отсюда. Как бы не будет доступа. Так что вот. Мы их не все. Так что они нас любят. Страсть как? Ну, не то, что любят, а... Они жить не могут. Без людей хороших они жить просто не могут. Вот очередная благодарность в свою сторону прилетела. Очень информация важная, интересная. Ничего, нечего сказать. Сознание встрепенулось. Всех благ вам. Так, идем дальше. Анжела Шемшур. А когда кодируют от пьянства, то куда лярва девается, а отпадает, как вы думаете? Когда кодируют, если это ресурс в человеке пробужден, да, а кодируют это механически, да, что-то зашивают. Если так... Нет, кодировки есть разных видов. Есть кодировка, когда тебе говорят, все, ты не пьешь. И так в глаза посмотрел, так раз, два, три, четыре, пять. Магическая, скажем. Да. А другой вариант, когда тебе что-то под кожу заширнули, сказали, попробуй заразу выпить, сразу сдохнешь. Дело в том, что это малоценно. Ну, скажем, чтобы кто-то тебя... То есть, вот ту работу, которую мы должны были выполнить в процессе проживания этой жизни, за нас ее кто-то выполнил, да, или отстранил от выполнения нашей задачи, ради которой мы, вообще-то, сюда и инкарнировались, да. Это не ценно. Это может быть, ну, чтобы мы руки на себя не наложили, раньше времени не проиграли, на каком-то этапе это полезно, может быть. Заговоры, наговоры, вот эти все, они могут быть полезны, но они вредны в том смысле, что они развращают дух. Вот чтобы не погибнуть сейчас, а завтра иметь возможность бороться с этим, вот в этом случае она может быть полезна. Но она в перспективе бесполезная. То есть мы-то не прошли эволюционный путь, вот и, скажем, не выполнили свой урок. Зачем? Так и относиться к этому и надо. Если, допустим, вшили что-то, да, это просто страх нас. Вот там, если я сейчас выпью, у меня там отравление организма, я умру, это просто на страхе, да. А демонизм на страхе и живет. А божественный путь развития никогда на страхе не жил, потому что в божественном пути развития мы знаем, что мы, душа вечно, мы, чем нас страхом не запугать тогда получается, то есть там страхом убийства и все прочее. Я отдам жизнь за своего, потому что это еще лучше для моего эволюционного развития будет. Магически то же самое. Магия, вообще как бы магия, она же сама по себе-то не хороша. Вот есть волшебство, и это абсолютно разные вещи. Волшебство и магия. Магия у нас предки пользовались, сознанием дела, все прочее. Колдостой это совсем плохо, это демонизм чистый. Магия может и так использоваться, а есть волшебство. Вот с этим надо разобраться. И не нужно напрягать себя, пересиливать, или закодироваться, все прочее. Волшебство эти вещи тоже решает. Надо понять, что когда за вас кто-то что-то делает, это делаете не вы. На чужом горбу можно приехать к Богу, но к Богу вы не придете. То есть только своими ножками, только своими усилиями. И когда кто-то, какой-то экстрасенс, какой-нибудь там чревовещатель, да не знаю, кто угодно, у вас заклад какую-то программу, во-первых, это не ваша программа, во-вторых, это не вы делаете, это делает он. То есть вы не саморазвиваетесь, он саморазвивается, а вы объект. Некий объект, на котором производятся опыты. Во-вторых, программа может быть направлена против вас. Вы же не знаете, что у него на уме и что он вас заложит. Может, какая-то лярва как раз еще и усиливается, когда какая-то программа закладывается у вас. Да и лярва-то никуда не девается. Просто-напросто это страх, как правило, или зомбирование, когда человек подчиняется чьей-то воле, но лярва никуда не уходит. И с моментом, это как оттягивание резинки, она вырвется и долбанет вам по второй руке или по лбу, в зависимости, куда вы тянете. То есть принцип пружины здесь работает. Поэтому никогда не занимайтесь кодированием, никогда не прибегайте к каким-то там заговорам, которые связаны с этим. Никогда никого к себе не превращайте, не привязывайте, не присушивайте. Нельзя. Вы создаете медвежью услугу себе самому. Отрабатывать придется и быть чьей-то батарейкой за это. Вы же получили, отдать придется. А кто вас забирает? Об этом мы сегодня говорили весь эфир. Ну и в одной строчке, скажем, можно согнать лярву с одного места, она сядет на другой и высосет жизнь через какой-нибудь орган. Хорошо это будет? Ничуть не лучше. Я это тоже часто наблюдал, что вот там какой-нибудь врач или целитель типа решил вашу проблему и бомбаться у человека другая проблема еще больше возникает, чем была предыдущая. А ты еще помер. совсем другая. И это, кстати, говорит об этой зависимости цепочки, что человек должен сам был справиться. Он сам не хочет, типа кто-то за него убрал, а у него хоп еще больше проблем навалилось, совсем других откуда не ждал. Здесь, знаете, есть такой принцип к сырокопе, когда идет копирование и накладывается бумага на бумагу, а вы не убираете. И в конечном итоге лоток переполняется, ну и что из этого получается? Ничего хорошего. Здесь то же самое. Одна проблема не убранная, если вы от нее убегаете, она на вас все равно висит. Но все равно будет еще одна проблема, которая сверху наложится, они друг друга усилят. Часто люди пытаются решить проблему только уходом от нее, а не решением. В этом случае вы увеличиваете груз этих проблем. Вот листик один, второй, все на вашу голову, на вашу голову больше, больше. Да что ж, мне все хуже и хуже. Так ты решай их, что ж ты от них пытаешься убежать. Нельзя от них убежать. Вам это пороку дано? Этот рог исполнить? Будьте любезны, исполняйте. А если вы пытаетесь криво так ходить, блудить, то в этом случае вы получаете дополнительные бонусы в виде призовой игры. Вопросов много. Ну и по большому счету не так страшно все. Ну ничего, в этой жизни не справитесь, будет еще. Не волнуйтесь. Не переживайте сильно. Все у вас впереди, дорогой товарищ. В любом случае. Виктория. Да, Виктория Вера. Валерий, а вы уверены, что ваш сын именно Лярф видел? Может тонкий мир? А вы ему Лярва, Лярва. Да, ну конечно тонкий мир. Он конкретно видел паучков. Он приходил к бабушке, знал, где живут ее паучки. Он рассказывал, как они спускаются и кладут ему в рот таблетку. И вот после того, как... А у нас такая проблема там психологические срывы бывают. И вот я выяснил, что психологические срывы бывают тогда, когда эти паучки кладут ему какую-то таблеточку в рот. Вот он как это увидел. Лярвы это астральные паразиты или что там в смысле живет, которые... Вот почему нужно чистить помещение, да? Потому что они живут тут. И он их видел. Это... Это и есть тонкий мир. А Лярва это не тонкий мир. Это и есть тонкий мир. Ладненько, идем дальше. Александр, вопрос в эфир. Может главная работа на собой стать в совершении и как следствие, чтобы Лярва отвалилась, а не избавляться от паразита каким-то хитрым способом. Так мы об этом как раз и говорили. Ну да. Для того, чтобы не погибнуть раньше времени, нужно, конечно, как-то противостоять на начальном этапе с процессом... В процессе, как бы, эволюции... Вот, например, Иисус Христос, да? Почему он был Богом? Да просто по проявлениям. Он мог уже управлять материальным миром, он мог инфернальным этим миром, астральным и вот этим тонким управлять. Он там бесов гонял, да? То есть ему-то уже противостоять ему не нужно этим. Он управляет этим. Он уже в стадии Бога уже человек стал. Он материализует вещи. А пока мы не Боги, нам что-то нужно какие-то вот приспособы придумывать. Вот и выкручиваемся как можем. Далее. Виктор Куприянов. Вопрос в эфир. В 20 часов поступил. А разве мы сами создаем лярв? Разве они приходят не из пекельного мира или низшего астрала? Благодарю. Вот поскольку поскольку вот я вот эту лярву она ко мне регулярно приходит, подтверждают люди, что ее тоже знают хорошо. Мужики к женщинам там просто из физиологии просто по-другому там происходит. Та же лярва, но иначе есть определенные проявления, есть сведения из прошлого. Вот из вот этих всех сведений из этой вот головоломки я вот так пришел к такому выводу. Я не говорю, что вот я прямо точно знаю, как это устроено и именно ли. Но про лярву я точно могу сказать, ну, в смысле, сам для себя, она для меня материальна, потому что она регулярно повторяется. Ну, в смысле, я ее знаю, вот у ней нет лица, я знаю, у ней нет ног. То есть это некий спрут. Вот, это она бесплодна, она вампирша, она паразитка. Поэтому, почему женщин называли наши предки там ах ты лярва? Потому что ты бесплодная вампирша паразитка, никчемная тварь. То есть они знали прекрасно, что такое лярва. То есть вот исходя из этого я и делаю выводы. Не с того, что там что-то выдумываю и там все прочее. Правильные мои выводы? Нет, ну, я не знаю. Ну, вот мне кажется, что правильные. То, что мы что-то порождаем вот каких-то вот сущностей, да, мы можем хороших там, ну, правильных порождать, что они на нас работать будут там одушевленные, неодушевленные. А можем порождать вот не зная что и что потом становится инфернальной сущностью, тварью, которая нас потом сжирает заживо. Вот вот в этом у меня убежденности вообще полные. Я ее не вижу, я не знаю, точно не могу подтвердить. Приходит, как он говорит, каждую ночь начинается, но разговаривать. Сейчас разговаривать. Ну, прям такая вся гадость, подлость, низкая, но симпатичная избавиться не могу. Да, а знаете, как избавляться? Я, она мне говорит, вот ты ее не любишь, она тебя не любит, ты не, это самое, люби, ну, ну, там такой, целый перечень такой, вот она как бы шепотом, да, а я начинаю такое соображать, что ты, кто ты, ты, кто такая женщина, что, что ты ко мне, у меня есть, вот это моя жена, я ее люблю, я же ее реально люблю, да, я такой говорю, подожди, подожди, я люблю ее зачем-то, и она прямо начинает отставать, отдаляться, отдаляться, исчезает все. То есть, как только я вспоминаю, что моя любимая женщина, я ее люблю, как только любовь у меня, все, она тут же отстает, и она регулярно, вот там, раз там в месяц, раз в два месяца, в три, там, она посещает, и осведомляется, ты все еще ее любишь, или нет? А что такое любовь между мужчиной и женщиной? Женщина, это берегиня, как только вы ее разлюбили, вы потеряли ее защиту над собой. Ну, это же по нашим, понимаете? А как только прерывалась связь, все, вас ждет лярва. Как только любимый человек исчез, то есть, любовь к любимому человеку, хана вам, как вы будете противостоять? И я вот у Алексея хотел спросить такой коротенький вопрос. Вот как ты думаешь, когда человеку, там, мужчине или женщине снятся эротические сны, это обязательно разве лярва или какое-то существо? Это не может быть просто, ну, самому человеку так? Это может быть по-разному. Здесь надо смотреть, какой идет посыл. Если посыл идет такой, о котором говорит Валерий, это однозначно лярва. Если идет просто, ну, что-то с точки зрения физиологии происходит, никакого посыла нет, просто физиологическое. Вот что-то вот идет такое, да, и вы это видите. Здесь под вопросом может быть. То есть, это может быть просто прощупывание, ну, поля, да, для дальнейшего действия. А может быть просто физиология срабатывала, но вот давненько не было у вас взаимосвязей с противоположным полом, со своей супругой, например, или с супругом, и вот что-то такое там навеяло. Но, как правило, как правило, все равно надо смотреть, рассуждать, анализировать, вот правильно, анализировать, что же, да, что же там такое, с чего-то это вдруг прилетело. Потому что просто так дыма без огня в данном случае не бывает. Что-то где-то вы не дожали, не доработали. Кстати, я вам скажу интересную вещь. Вот, ну, с трехлеба, наверное, все началось, но может еще какие-то были, да, вот стала популярна осознанное сновидение, такая тема. И все, кто начали заниматься осознанными сновидениями, они поняли, что они могут себе заказывать любой сон, да, если они во сне проснулись, и могут любой. И все заказывают эротические, в первую очередь. В первую очередь все заказывают именно эротические сны. Большинство людей, они именно вот заказывают, думают, о чем мне заказать, а давай эротические сны. И они заказывают именно. Ну, если и улетел в инфернал, и все, да. Я по себе знаю, в инфернал сразу улетел. Я просто говорю, все, кто вот начинает осознанное сновидение, они начинают именно с эротических снов. Это значит, что они вот такого уровня развития, ребятки-то-то. То есть, и у меня тоже с этим проблем, начинается и начинается соблазн и вот этот это точно просто эволюционно ничего не готов просто я знаю я так чувствую я так чувствую что мы потихоньку от лярва видение перейдем в варна видение потому что от варны как раз они очень все подробно объясняют почему на каком уровне на каком под уровне из трех начальных под уровней возможно вот такие сны возможно такие побуждения возможно низкая высокая и так далее но мне не хочется сейчас в варна видение переходить поэтому давайте с уж с лярвами разберемся тем более что нам вопросы еще тут ну уже не пишут уже вот есть вопросы на которые надо ответить стеша а вопрос эфир как наркоманов и алкашей вылечить так как они не поддаются лечению пока не умрут тоже лярва присосалась спасибо за ответ да пожалуйста сейчас стеша сейчас расскажем давайте рассказывайте но тут надо понимать кого-то нельзя вылечить кто-то пришел вот таким образом получить опыт который изгинуть в итоге кого-то можно вылечить кто-то пришел именно пройти этот опыт и победить то есть находятся способы самые разнообразные и не обязательно это какие-то магические или какие-то все прочее ну я так думаю что вот алкоголизм и прочие зависимости и и все 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 это разные опять же могут быть причины и могут быть брутальные там есть же такие причины что вот нужно родиться и умереть прямо в детском возрасте ну приходят люди из-за таким опытом да поэтому тут нельзя как-то прямо обобщить что вот именно с наркоманами именно так что такое наркоман это зависимость невозможность противостоять вот вот этой как сказать вот этому веществу так ведь лярвы то же самое с нами делают они научились нажимать на кнопку удовольствие вот как на в мозг крысы там электрод присоединили тысяч и все и жмут и за счет этой кнопки из нас вьют веревки мы такие же точно наркоманы то есть что вот эти которые курят там или ширяются и им и сгинут мы точно также сгинем если мы вот от этой же наркотической зависимости только естественное которое вырабатывается в нашем организме который какая-то тварь вырабатывает и мы в таком же точном положении вот в чем проблема ну вот я не знаю ну вот вот такой аналогии я провел мы все водородки еще так что человек действительно осознал он хочет да и он просит чтобы ему как-то помогли и подсказывали как-то помогли вот действительно такого человека можно запереть куда-нибудь до дня на четыре попробовать что такое а бывает человек когда он и не собирается бросать так нормально или так скажет что бывает не отстали да я хотел бы бросить там да да по честному лучше не хотел бы просто я говорю жена чтобы ты отстал от меня я просто он не хочет вот кто не хочет я думаю даже как-то и неправильно вмешиваться в его судьбу не хочет человеку он хочет так жить мне кажется что нельзя вмешиваться да есть создание намерения вот человек страдает если он реально захочет это чтобы это прекратилось он создает создает намерение вот там из кастанеды данное создание намерения там и в это как только он захотел этого по-настоящему вот от всей чистой там души тут же мир начинает меняться мы не забываем что мы хоть наркоман хоть кто мы все равно боги будущее и начинает материальный мир создавать условия при которых он выйдет из этого состояния найдутся такие люди найдутся методики найдутся там какие-то стимулы сам мир поможет там загонит если надо ему ноги сломает там по-разному может это же джинн намерение это джинн вот но он этот мир если он начнет это сделать он сделает это и пока как к пока человек искренне этого не желает это не может решиться вот как видогор сказал как только вы желает найдутся способы все все заработает все завертится закрутиться и вопрос решится стали салют я согласен я может не могу это объяснить как это так почему это так но я иногда могу видеть судьбу людей я вот у некоторых алкашей да действительно я вижу его судьбу что он будет пить до самой смерти и вот я сто процентов это четко вижу и ничего не ну по-другому не будет и как бы я не могу объяснить почему такая судьба у человека я не знаю я могу но вот я четко ее вижу я многих вижу судьбы можно я могу сказать есть люди которые не хотят быть людьми они хотят уйти в животный мир вот бомжи вот эта всю деятельность бомжей если вот разобраться да они же там и состоятельных людей могут быть и все прочее и в итоге они отказываются от воплощения в человека они хотят уйти именно в животный мир и у нас есть этому и название и все то есть но это другая тема то есть есть конкретные бомжи которых это это как сказать это им не не демонический путь развития это де эволюция вот есть такие сущности они имеют право да они регресса у них и все они уходят в животные мир и все им нафиг не нужна эта совесть это все страдания человеческие то что кого там спасать то попробуй спаси он тебе еще и башку проломит за это дело он тут всеми силами пытается вырваться из этого человеческого существа хорошо не затягиваем эфир идем дальше стеша а вопрос в эфир как наркоманов алкашей вылечить поговорили теперь александр еще вопрос эфир лярва может вывести из состояния потока и не пускать что за поток ну видимо поток божественный наверно где с высшим я со своим с божественным своим началом идет соединение с родовым и вот она выводит и дальше в поток не впускает судя по всему так уж извините я перевожу с русского на русский мы вроде говорили когда она засыпает помнится не так она этим и занимается я не вижу то есть она для того и созданной и питается инферналом чтобы это делать и не одна на все в сети все инфернальные сущности они только ради этого и тут и тусуются перекрыть потоки на себя его зациклить и все и высосать туда в инфернал и часто бывает даже такому человеку начинаешь что рассказывать и видно что начинает злиться на тебя обязательно да он должен защищаться иначе все правильно она защищает себя она и и застает и в морду дать и там и на всякие поступки поэтому вот этот нахрапом а ничего делать естественно нельзя то есть пострадаешь мне понравилось сообщение вот так оксаны брейнер мы сами лярвы и нечего кого-то винить это лярва выразилась все нормально мы не мы слышим их ее голос да оксану нет нет нельзя к сану чку нельзя пускать до этого уровня и он дальше нет не и опускать это лярва через нее выразилась она может моя может выразиться ничего у меня прикольный был ну комментарии в чате на моем канале человек видно только что зашел да и слушает такой и пишет а чё о бабах речь идет о них родных о них кто о чем да такой материально такая материальность у человека так а бабах это не ну как бы он название это прочитал лярва ведения а ну нормальная баба хорошая лярва да правильно стерва что что хорошо что не стервовидение назвали идем дальше владимир солнцев вопрос эгрегоры только плохие или есть хорошие я так отвечу все эгрегоры конфликтуют между собой это инфернальные сущности то есть они коллективные или единоличные это такая большая дрянь тут сложно сказать я потому что вот ну не вижу воочию вот алексей сказал что это совокупность множество вполне возможно они созданы для того чтобы конфликтовать друг с другом то есть все каждый вот религия 1 религия 2 они обязаны между друг другом медицина или знахарство это разные эгрегоры они конфликтуют между друг другу медицина мощнее сейчас коммунизм любая любой другой изм будут конфликтовать друг с другом то есть любая лярва будет конфликтовать с другой лярвой во мне сидит лярва в жене сидит лярва они будут конфликтовать то есть любое любая инфернальная сущность создает конфликт для того чтобы высвобождать энергию поэтому поскольку это инфернальная сущность любой 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 этот эгрегор он вот у него у него такая задача сталкивать лбами и выбивать энергию из людей вот так вот это все можно прочитать у зеланды то есть он это называет маятниками малыми большими и так далее то есть но суть суть идет речь именно об этих игр как они функционируют все там по полочкам расписано мое мнение что есть хорошие эгрегоры тоже я считаю нет у нас не было эгрегора в нашей цивилизации у них не было да но когда пошла эпоха деградации да я могу сказать такое что эти моменты когда даже наши люди сами создавали эгрегоры я я пример могу привести такой да допустим сами виды да они очень очень сложные да а когда пошла деградация уже понимали что некоторые люди не способны изучить ну всю эту осознать да но они порыв есть что они хотят быть крутыми да как бы и для них создавались школы попроще ну школа попроще она под определенным эгрегор под нее создавался что она уже не такая крутая как что на уровень богов но но чтобы они тоже чувствовали вот например буддизм был так создан то есть но он добрый эгрегор буддизма но это школа попроще когда люди не могли ведо осваивать уже да не дали буддизм но это все равно признак деградации чего что и вот тут как говорится мнение разошлись и появилась появились эмиленты элементы ток-шоу соловьева да здесь такой а как же славянский и грегор геннадий молдаван геннадий я вот свою точку зрения не буду высказать специально у нас есть с мишей с михаилом и несколько передач записали там как раз про то а если вообще славянский эгрегор или нет славянский эгрегор не буду об этом говорить просто но не поленитесь что передачу не затягивать послушайте там не небольшая передачка 20-30 минуток я думаю других каналах я думаю правильно славянского эгрегора быть не должно ну ты прямо сейчас вот все расскажи я посылаю просто мое мнение я так думаю может быть я ошибаюсь хорошо дальше виктория бирзул вопрос в студию у нас в каждом поколении алкоголики как спасти сына ему 25 лет да вот мы уже говорили на эту тему возможно он не хочет спасаться ничего такое не надо может быть он пришел для того чтобы вот жизнь так вот прожить тоже опыт как-то я думаю что здесь я думаю что здесь не только вопрос к лярова видению но здесь вопрос и в прошлое своего рода надо разобраться с родом здесь давайте-ка вот не будем выносить эту тему в наш сегодняшний эфир потому что это более сложная и интересная тема нежели чем лярова ведения здесь надо разобраться со своим родом идем дальше оксана брейнер вопрос алкоголизм и наркомания это может быть проклятием и родовым проклятием возможно это более серьезно сложный вопрос поэтому я предлагаю в эфир его не выносить но делать обязательно что-то надо разбираться со своим родом здесь на уровне одного человека не разобраться здесь надо более глубоко смотреть оксана брейнер вопрос а можно с ляровами договориться я тебе чуток и ты мне не очень как это анекдоты вспоминаю зубному врачу приходит такая миловидная девушка садится в кресло он на ней нагибается вдруг чувствует что она рукой его держит за то место где мужчины которым часто хвалится и меряется говорит зачем это сделали игры доктор и смотрит на глаза надеюсь вы мне не сделаете больно то же самое то же самое и здесь договориться с лярвы на что скажете но я скажу что вот скажем так с насильником или этому да договориться как ну можно сделать так чтобы он тебя изнасиловал там более-менее мягче но он все равно это сделать лярвы это абсолютно безжалостное существо по отношению к человеку вообще нет никакой жалости вот просто как не знаю мы корове жалостливее гораздо от нас относимся когда едим ее мясо да но я не им стать вот и взаимодействовать с ней можно только на точно ну как против лома нет приема точно с такой же позиции безжалостности вот если вот с тобой согласен уже все не говорили про программу представьте вы пытаетесь программе объяснить что вы хорошие а в программе включено например вас нельзя пускать вот в это место и перед вами программа ворота закрывает а вы объясняете я хороший я вот такой я вот это говорит нет нельзя и вы никак с не договоритесь программы лярва эта программа которая выполняет тупо исполняет то что должны выполнить у нее установка она умная но она программа она выполняет и поэтому ее ваши стоны переживания интересуются только . столько зрения только с точки зрения того что побольше от вас получить этих переживаний и стонов другое больше от вас не интересует как вот вы не можете с глистом который живет в кишечнике там корову или человека договориться но ты пожалуйста поменьше вот фекалий в меня выбрасывай я не хочу болеть травиться токсинами которые ты выделяешь ну не надо и кушай поменьше а он присосался уже там сидит да 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 конечно я понимаю и как в басне васька слушает и ест вот из этой же серии нельзя это допускать но вы же не мазохист конце концов да еще почему нельзя но вот еще две причины короткие во первых вы так не сможете эволюционировать скажем договоритесь вы меня там не трогать я там проживу там тихо именно а вы не для этого пришли в эту жизнь вы должны были пи перебороть это все и победить все а во вторых если это и программа дата а вот вся жалость вот это вот к себе да вот это просто бездонная жалость так лярва как раз она себя жалеет очень сильно и вот вся эта вот жалостливость человека к себе это проявление лярвы жалости к самой себе к лярве через человека это происходит и вот эти все наши слабости и все все прочее это это все ее проявление почему безжалостно к ней нужно относиться в этом случае мы получаем инструмент перестаем жалостливо относиться к себе то есть к ней и мы тогда начинаем ей манипулировать запросто вот прямо вот сходу как только перестали себя жалеть и началось и а так теперь могу сделать и так могу сделать и а то что я не мог не себя заставить там под протяжении стольких лет а я сейчас без жалости беру и делаю это запросто то есть безжалостность это очень мощный инструмент именно только единственный инструмент который можно противостоять этой лярве а договориться с ней там что мы смысле чтобы она тебя пожалел это невозможно то есть у нее нет такой функции слышал от кого-то из лекторов что можно договориться но я тоже не согласен я такой приду пример лярва они просто вами питаются как бы зачем говорим останется и это то же самое что у вас в комнате комары летают садятся на вас они же кушать хотят они пьют вашу кровь они так питаются они по-другому не могут питаться и так же лярва они просто питаются вашу энергию они по-другому не могут и бесполезно с комарами договариваться их только можно прихлопнуть но вот вы можете комарам объяснять они все равно будут на вас садиться комары комары кровью не питаются самки сосуд кровь для продолжения рода это все они лярвы проявляя мужской шовинизм вот тут я добавлю все паразиты ведут себя так будь это человек будь это там комар там будь хоть кто то есть они все примерно одинаково по отношению к человеку ну смысле вот к своему донору относятся то есть в них нет жалости к нам я думаю что как образ жизни да я думаю что комар это подарок из инфернального мира ну то есть даже не мира а с демонической какой-то планеты вот у нас уровень повысится на планете они исчезнут вот тараканы уже исчезли ну там поспорить можно из-за чего они исчезли но процесс идет такой обратная связь из наших чатов олег синюков ребята я так давно не ржал благодарю лишь поддержали настроение подняли сэкономили люди на билетиках друзья сэкономили на билетиках будьте любезны поддержите каналы с экономленными деньгами мы вам подлинно страхи и почему человек ржет потому что вот эта радость эйфория когда осознаешь вот это вот это я сам по себе столько раз замечал когда вот осознание приходит как это все на самом деле работает и как это можно оперировать этим такая радость возникает а когда еще получается это вообще просто улет идем дальше санек ефанов вопрос после отработки батарейкой убыл к предкам на вразумение не факт может быть тебя перековали в демоническую строй психики и ты пойдешь в демонический путь развития твой как бы следующее воплощение будешь демоном вообще опять же это разговор такой неблагодарный потому что у каждого свой путь кому-то надо вернуться сюда и в круге сансары покрып и попрыгать кому-то надо спираль войти подниматься по спирали кто-то за одно воплощение способен пройти все вопрос куда вы после того как батарейкой поработали пойдете это как может быть может быть быть да может быть в утиль может быть к предкам может быть сюда обратно может быть на перечет а там и так далее а может быть получив бесценный урок и в усилившись там в тысячу раз придя уже с новой силой в этот мир уже выполнять совершенно на другом уровне уроки конечно это все индивидуально так что вопроса однозначного я никогда не даю и и так понимаю что никто здесь не собирается давать однозначный ответ что будет именно так посмотрим все зависит от вас я бы добавил к этому что у демонических миров есть такая программа как затягивание душ и она действовать может через разные секторе лиги и так далее через тех же лярв то есть если вы там носите лярвы в себе это как бы получать свои косячи типа часто было но у от них надо избавляться и получается если вы вообще это погрузились и поддаетесь это через тех же лярв и грегоров это своеобразная захват душ демоническими мирами он получится у них не захватить ваш душ не получится это другой вопрос но они это делают напоминаю что вопросы мы больше не принимаем потому что в первой части мы вопросы накапливали 2 это уже ответы на вопросы мы не можем раздувать эфир до бесконечности денис атаманчук вопрос в эфир пси-террор проникновение в сознание при помощи излучателей фантомных фото тонных вернее установленных на вышках связи это оружие поборимое то есть можно ли с ним побороться благодарю но демонический путь развития он предусматривает компьютеризацию вот эти все технологии вот эти все которые наши божественные в нашем в той цивилизации были другие технологии да те же самые пси технологии еще какие-то как можно побороть излучение мне кажется так сложно надо надо осознать что она работает по крайней мере простая даже фольга которую очень сильно высмеивают у наших в нашем обществе она очень сильно помогает не надо там на голову и накручивать дело в том что эти вещи неважно фольга или там слой железа все прочие эти вещи очень даже сильно экранируют эти дела просто надо залезть в интернет и посмотреть противостоять можно тогда когда поймут когда приходит понимание что есть эта угроза воздействия и тогда можно вот я пытался вот например вот химтрейл у нас были тут я мы с женой встали и начали разгонять эти вот всю вот вот эту всю муть у нас получилось то есть этому нам нужно уделять внимание и найдется способ как это сделать на это вот так на это другое на это вот просто воздействием намерение можно создать то есть есть возможности конечно на каждый случай как вообще нужно ввести глобальное противостояние вот это ну не такое что там военное противостояние а именно эволюции просвещение общества там и так далее то есть чтобы вот мы вышли на другой уровень развития вот тогда мы уже тут это все прекратим а так мы наверное не победим в частном случае согласен идем дальше вопрос эфир от солнца валерий здравствуй кто такие демоны как они выглядят можешь может ли их видеть обычный человек появлю появляясь здесь какую цель преследуют демоны благодарю демона конечная цель у них заменить душу человека демоны те которые уст у стране учиняет вот это геноцид против людей то есть это совершенно люди те которые революцию в семнадцатом делали те которые сейчас на там на украине массово там кого-то убивает да или еще в каких-то странах то есть это уже люди то есть носители оболочки человека а там уже демон подмененный он может сразу рождаться уже допустим во грехе люди начинают ребенка и туда уже душа демона уже зарождаться может запросто то есть как его увидеть да по глазам видно да по его действиям вообще то что по нечеловеческому отношению ко всему живому то есть у нас демоническая цивилизация вот какое отношение к миру к экологии ко всему это это все эти сущности будучи уже в телах человека все это делают вот такое мое отношение они ходят между нами то есть там еще где-то душа человека мне может еще есть а уже большая часть это демона сидит а может и уже души не то есть они вот то есть мы думаем что они такие какие-то бог знает там религия же мистифицирует все это все вещи совершенно реальные вот понятно быть и как мира яви которых мы можем видеть и мира на которых мы не видим то есть какие в мире на ли там могут быть самые разные даже трудно их описывать да они могут по-разному видеть а в мире яви они могут быть и в виде человека даже ну простой человека внутри там демон в этом человеке а могут быть даже наши предки называли и демоническим существам относили вот тех же серых пришельцев и рептилоидов носили где мы других цивилизаций носители они также демонический цивилиз который нас захватил она же совершенно материальная цивилизация потом эти люди вот эти например на них жалуются что они пахнут серый воняет как бог знает что там там про клинтон почитайте вот ну тоже вот так что этот вопрос очень интересный и он не такой мистический как может показаться ты прям этот прям на святое покусился на тетю клинтону ты что но нет я говорю даже не говорят она же в президенты метила ты ее так в нем он и президенты бы пришел вот его красота тут же ядерный удар бы получили ну ладно ладно не будем демонтизировать демон демонизировать демона не будем идем дальше дарья вопрос как помочь родственнику который возникает одержимость агрессии возбуждение настоящий сатанизм на почве религии больным себя не признает лечился у психиатра есть справка что больной дождь лучей да тоже разные стадии но только через любовь вот у меня мать я просто по просто расскажу коротко у нее у нее был алкоголизм вот прямо реально то есть вот как вот общаешься не как с человеком ну то есть и глаза пустые все там уже за не замена какая-то я вот тоже карнеги там еще что-то начитался то есть и понял что нужно как бы любовь а я даже доброго слова не мог есть сказать потому что ну как это так жизнь так про про фугай да и вот я начал постепенно постепенно там в конце там по телефону говорю там целую и все переломает как это я и так сказал целую вот и так постепенно постепенно она преобразилась пить бросила помогла мне квартиру купить у нее бизнес пошел там чит отвал башки просто человек совершенно зажил другой жизнью только вот я и я и почувствовал к ней вот эти чувства то вот она материнские чувства у нее проснулись никогда не было а у меня чувство ребенка к матери проснулись вот этот вся любовь вот это все только осознанием делается только вот именно любовью абсолютно согласен и желает действительно что вот и демон он может из мира navi перехватить управление человеческим телом вот как мы говорили что душа управляет как автомобилем этот демон может если слабая душа у нее скрутил перевязала и багажник положил а сам управляет автомобилем и едет куда он хочет то есть уже вот такими держиме людьми рулит демон внутри этого человека он там не управляет внутри он потерял управление демон управляет его телом точно ну и тогда да какая-то помощь вот такая переложить его из багажника там распутать например да наверное наши предки это умели делать да вот а у нас нет такой в нашей цивилизации нет таких понятия даже на это уже это такого получается силы надо его надо там но получается силовое воздействие то есть связывать на какое-то время куда-то закрывать и специально там кормить поить специальными вещами чтоб он пошел и этот человек должен понимать что ему помогают они хотят его там сделать плохо ну то есть это целая культура культура культ ура да ну свои я не буду рассказывать свои взаимодействия с демона экзорцизм я не буду рассказывать экзорцизм это тоже это отдельная большая тема есть всем кому что-то рассказать очень интересно да конечно да потому что это воочию когда встречаешься с этим просто как наблюдатель это одно когда ты в этом участвуешь то это совершенно другое вот тогда это становится материальностью да 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 и когда главное есть победа над этим или там ты помогаешь человеку избавиться это вот дорогого стоит а так разглагольство конечно можно об этом бесконечно идем дальше ну во первых я дарья соболезную здесь любовь и приятие потому что любовь она принимает вот через это добрые отношения и не агрессию нельзя включать потому что агрессия раз это то ради чего он и селился чтобы вызывать агрессию других идем дальше олег синяков реплика в эфир лярвы приходят для нашего обучения и только когда урок пройден лярвы уходят вот такое умозаключение у олега согласны да нет конечно они наши учителя и так мир устроен но то что вот инфернальный мир ворвался в наш мир и все весь его и под себя переначал я тут не знаю смысле двоякое ощущение как бы отношение к этому все таки это агрессия большая как бы лярва это учитель которого ты должен убить да это перестать его питать и она умерла чтобы да а это очень тяжело бывает он твой учитель убей его напоминает мне какую-то знаешь такое предание сказку восточного направления когда ученика должен был победить своего учителя превзойти его в боевом искусстве и зарубить его там рукой или мечом и так далее попугиваешь ты меня ведогор попугиваешь идем дальше наталья в студию странно тогда как понять слова ведогора что невыполнение хороших вещей вызывает плохое состояние это наверное был упрек в мою сторону когда я сказал что есть привязки вот ну когда там мы разбирались с этими с учениями восточными где там йога была и так далее что-то скажете по этому поводу я вопроса не понял затупил ну затупил напомню что когда я говорил что вот бывают хорошие привычки и человек когда нарушает привычки его организм приученный к этому как собачка павлу сопротивляется ну ты приучил меня а мне нужно это сделать почему ты меня на прогулками идешь именно в это время а у меня потуги начались да ну словно вот и человек приучив себя делать хорошие вещи если вдруг он не сделал он чувствует себя некомфортно а другое когда человек находится под действием какого-то эгрегора ну например занимается какой-то ну может быть йогой но где явно не просто йога как наука вот высшая божественная а где йога как просто вот какая-то секта такая где йога является одним из инструментов и вот он не пошел заниматься и ему очень плохо и вот этот эгрегор в которой ну йога был просто прикрытием он у него действует иди занимайся и вот тут было сказано имеется ввиду три хлебов Алексей Васильевич что невыполнение хороших вещей вызывает плохое состояние так вот я говорил не про то что сказал видогор в данном случае но вопрос в мою сторону поэтому я отвечаю извините меня я говорил про другое я говорил про низменные управленческие структуры которыми управляют лярвы управляют сущности из пекельного мира управляет эгрегора а видогор говорил про сущность про человека с высоким уровнем сознания и тогда когда он не сделал что-то хорошее то тогда совесть на него давит совесть говорит ты что ж мерзавец это делаешь то ты что ж такое и это угрызение совести он чувствует что сделал что-то плохое не сделав хорошее и это совсем не то о чем я говорил поэтому я расшифровываю есть понятие высокого уровня о котором сейчас Наталья написала это когда вот ты должен был это сделать хорошее ты не сделал это одно а мы-то говорили про низменно про лярв про пекельные миры про взаимодействие про демонизм и прочее поэтому не надо путать постное с соленым но я еще добавлю нам нужно делать то что мы ради чего пришли вот например отказ от рождения детей например это вот как раз отказ от эволюции то есть вот эти вот вещи которые нам нужно сделать ну как сказать то ради чего мы вообще воплощаемся это же способы эволюции все и нам вот это демонический мир говорит это не надо делать не надо помогать ближнему зачем когда там они всякие плохие разные надо рожать детей и так далее ну как то вот мысль у меня не очень сформулировалась но в общем нам нужно выполнять свои обязанности ради которых мы сюда пришли то есть выполнять свои уроки если мы не сделали конечно нам будет худо совесть нас замучает заболеть будем вот здесь надо понимать следующее так вот чуть-чуть добавлю дополню если человек находится на начальном стадии развития то у него более широкие рамки вправо влево что-то делать у него более широко и поэтому пендели волшебные прилетают к нему когда он совсем что-то делает не то что нужно если он поднимается варну вторую там сужаются рамочки там уже сделал что-то не то получай в третью там вообще все очень четко конкретно а уж если ты прошу прощения в жрецы куда-то туда повыше там все очень узко и там сразу прилетает моментально поэтому не удивляйтесь если мерзавец какой-то делает какую-то гадость ему ничего не прилетает он говорит ну как же так я сделал то же самое а мне сразу прилетело а он делает это постоянно и ничего не получает вы ошибаетесь он получит еще с большой большой такой тележкой дополнительной просто не сейчас у него задача быть мерзавцем в этой жизни а ваша задача не сваливаться до уровня мерзавца поэтому вы сразу конкретно получаете волшебный пендель и грабли сразу на вас отрабатывать поэтому чем выше вы подняли планку тем больше ответственность на вас возложена тем сразу ответная реакция идет поэтому если вы сделали хоть чуть-чуть против своей совести против своего вектора движения вектора жизни и к вам прилетает знайте вы хороший человек вы на правильном пути вот это правильным путем идете товарищи товарищи да правильным путем вот так что вот это учитывайте ну давай последний вопрос зачитаю и будем подводить итог сегодняшней нашей встречи против депрессии огненный тигр вопрос эфир а могут ли лервы внушать негативные мысли и вгонять человека в депрессию вот теперь я прошу Валерий начни сначала прочитай всю лекцию заново они только этим и занимаются короче да это они без этого жить не могут иначе жизни их не будет только этим и занимаются так что все нормально тигр послушай сначала эфир там об этом все говорилось ну что ж друзья мои давайте будем подводить итог на сегодняшней встрече от каждого из вас жду добрые пожелания как у нас заведено на канале для наших радиослушателей и зрителей народного славянского радио пожалуйста так с кого начнем давай с видогор начнем я не только для зрителей а просто для нас самих мне понравилось очень сегодня и вообще мне нравится вот последнее время такие стримы когда два три четыре пять шесть человек собираются так по очереди говорят мне кажется и для зрителей и многих это интересно мне самому это интересно и желаю что больше хороших людей кто нас слышит тоже может как-то выходите на контакт присоединяйтесь у вас есть интересные темы какие-то обсуждения да то есть расширяемся вещаем вещаем и самое главное вещаем вещаем не в злобе вещаем не против кого-то вещаем ради чего-то ради того чтобы осознавать понимать как отсюда вылезать понимать свое предназначение то есть многие пытаются создавать очередные ток-шоу типа там Владимира Соловьева и кого-то другу где приглашают этих и лбами стравливают они там начинают биться вот наше вещание надо понять оно доброе оно отличается от всех других поэтому приходите с добрыми мыслями и несите добро в этом случае вы вступите в нашу дружную компанию и будете вот как сказал слово противный стрим участвовать вот я думаю в передачах трансляции а если вы злобу несете то мы вас просто не примем в свой круг ну не надо гадости у нас и так хватает плохо пахнущих веществ вокруг зачем еще с вами носить извини продолжай да я уже все сказал зрителям желаю развивайтесь удачи счастья вам всего доброго на этом все хорошо Валерий да я скажу коротко затяну свою волыну опять ради чего мы пришли ради эволюции вот и моя эволюция вот таким образом складывается я постигаю вот через для рвоведения эту эволюцию можно постигать перед самыми самыми разнообразными способами все что человек руками не сотворит это все он учится сотворять все что человек не сотворит в уме например будь то музыка картины или даже там еще что то это все процесс сотворения то есть все это нам будет нужно когда мы станем богами потому что мы в каждой ипостаси тренируемся делать одно второе третье и все чтобы мы не сотворили все это тренировка нашего сотворения в будущем когда мы будем творить может быть сначала какие-то материальные вещи а в итоге кто-то будет и творить миры ну такое мое убеждение глубокое ну что ж низкий поклон тебе за такое убеждение мне оно по сердцу я думаю что и большинство наших зрителей и слушателей тоже по сердцу а на 7 мне в общем то остается только раскланяться напомнить что по одному из современных календарей 1 февраля как время быстро летит недавно новый год тут народ пьянство уходил 1 февраля 2018 года четверг по одному из старинных двенадцатый день месяца в юг и стужа семь тысяч пятьсот двадцатого лета шестица лярвоведения это тема сегодняшнего нашего эфира была сказители Валерий напоминаю канал целый посвящен и не только лярвоведению а многим другим интересным программам подписывайтесь подписывайтесь черпайте мудрость потому что много что проявлено там мирянин видогор владимир тоже свой канал тоже много чего что-то там рукой машешь добавить хочешь или просто так это до свидания в москву всем привет улыбаемся улыбаемся и машем улыбаемся и машем я так чувствую придется ставить мишку песню про олимпийскую до свидания на трибунах стану и так далее ну короче друзья мои если у вас добро в душе есть если вы понимаете кто вы для чего если вы хотите делиться этим добро не причинять добро а делиться добром если вы знаете для чего вы здесь приходите к нам приходите на дружественные каналы потому что нас смотрят не только народное славянское радио а и другие каналы которые достойны уважения где люди совершенно бескорыстно безвозмездно доносят до вас то что они познали давайте делиться добром потому что дрянью с нами так делятся многие давайте на дрянь мы не будем обращать внимание верни как обращать учитывать что она есть но сеять при этом добро а дрянь пускай превращается в наос на котором растет что-то более важное ценное ну что ж на 7 я с вами прощаюсь с вами был народное славянское радио валерий мирянин видогор до новых встреч друзья мои увидимся и услышимся быть добру до свидания указал ну и да будут ни на железа на